Сегодня 10 октября, воскресенье, а это значит день конференции посвящен новым и бурно развивающимся отраслям нейронауки, нейромаркетингу и нейросоциологии. Впереди две секции и их модераторы. Одна из ведущих предпринимателей России в сфере нейротехнологий, генеральный директор компании «Нейротренд» Наталья Галкина и заведующая лабораторией нейросоциологии НИИ нейронаук САМГМУ Олига Маслова. Начинаем! Нейротехнология в маркетинге Российской нейромаркетинговой компании и единственной на сегодняшний день компанией, которая является членом международной нейромаркетинговой бизнес и сайенс ассоциации. И сегодня в нашей секции примут участие как практики, так и ученые, хорошо многим известные. Поэтому мы будем говорить как о фундаментальных механизмах и современных экспериментальных подходах в нейромаркетинге, о текущем применении и о перспективах применения нейромаркетинговых технологий. Мы будем говорить о конкретных реализациях методологий прямой оценки эмоциональной экспрессии. Мы будем говорить о нейрофакторинге и о прогнозировании реального поведения на уровне популяции. И, конечно же, мы не обойдемся сегодня без рассказа об аромабрендинге и его применении, и о том, как изучается и как изменилось поведение, покупательское поведение, потребительское поведение в контексте COVID-19, в контексте пандемии. И сегодняшними спикерами будут и представители Московского государственного университета психфака, профессор Алексей Николаевич Гусев, и стартапы, которые на сегодняшний день уже заняли очень устойчивое положение на рынке. Это и Андрей Кислов, и, конечно же, это представители Самарского государственного медицинского университета в лице Ольги Масловой. Я надеюсь, что наша секция будет действительно очень интересна, и вы получите огромное удовольствие. Спасибо! Добрый день! Меня зовут Наталья Галкина. И мое сегодняшнее небольшое выступление посвящено нейромаркетинговым технологиям, их текущему применению и перспективам развития. И начать я хочу с того, что сегодня представляет рынок и какие перед нами он поставил вызовы. В первую очередь, в связи с пандемией, это, конечно же, формат удаленной работы и тотальная диджитализация. Опять-таки, пандемия заставила нас настолько много пересмотреть, как в нашей рабочей, так и в каждодневной жизни, что мы живем постоянно в глобальной неопределенности. А, соответственно, мы к ней пытаемся адаптироваться. И для предприятия и организации это, в первую очередь, связано с пересмотром бизнес-стратегии. Мы оказались совершенно в новой экономике, о которой очень много говорили, но, тем не менее, не очень хорошо понимали, что же такое. И эта экономика называется цифровой. Или, как я все чаще и чаще ее называю, экономикой сервиса. Что же такое экономика сервиса? Вообще, для нас никогда не было разницы между услугой и сервисом. Хотя, на самом деле, это два совершенно разных понятия. А услуга – это те мероприятия, которые направлены на удовлетворение нужд. То есть, если нам нужно проехать из пункта А в пункт Б, мы берем такси. И такси оказывает нам услугу по перевозке. Ну, а что же такое сервис? Яндекс. Такси – это приложение. Приложение, которое позволяет нам вызвать такси и воспользоваться услугой. И вот это то, что особенно контрастно стало ясно именно с приходом цифровой экономики. И к чему же мы пришли? А пришли мы к следующему, что если мы не являемся пользователями какого-либо сервиса, мы не будем потребителями услуги. И это очень важно, потому что, что же получается? Можно иметь отличный продукт или отличную услугу, но при плохом сервисе она будет только раздражать клиента. И наоборот, если будет прекрасный сервис, но за этим сервисом не будет стоять никакого ценного продукта или хорошие услуги, то тоже это вызовет только раздражение у наших клиентов или у наших потенциальных заказчиков. Что же мы можем делать и как нам действовать на опережение? Ну, прежде всего, перспектива – это, конечно, в принципиально новом спектре исследовательских задач. И самое интересное и важное для нас сейчас – это спрос на новые технологии. И главное, что возник тот самый переход от услуг к сервисам. Но если есть такая перспектива, значит, у нас и открывается большое окно возможностей. И эти возможности прежде всего в создании сервисов, которые будут регулировать отношения между тем самым искусственным интеллектом и человеком. Искусственный интеллект уже сегодня существует, но он будет совершенствоваться. И очень важно, чтобы как можно мягче и безболезненнее произошел переход от обычного искусственного интеллекта к искусственному суперинтеллекту, который будет учитывать наши когнитивные способности восприятия. И, конечно же, все больше и больше будут востребованы междисциплинарные решения. И если мы говорим о нейромаркетинге, то, конечно, это та область, которая является абсолютно междисциплинарной. И нами, нашей компанией, был разработан продукт, который вмещает в себя и железо, и программное обеспечение. И называется эта система нейробарометра. Это система, которая позволяет тестировать, измерять и анализировать восприятие наших потенциальных пользователей. И из этой услуги очень ярко видно, в чем преимущество непосредственно нейромаркетинга. А именно в том, что, имея такую систему, мы имеем возможность изучать и моделировать восприятие потребителей непосредственно во время их контакта с объектами, или с промо-материалами, или с любыми стимульными материалами. Этот мультимодальный программно-аппаратный комплекс состоит из полного набора оборудования. Начиная с айтрекинга, электроэнцефалографа, биобраслета или небольшого модуля FPG, который надевается на ухо человека. И самое главное, что он содержит, весь этот комплекс, это концентратор ПИО-сигнал. Поэтому мы можем обеспечить синхронизацию очень высокого уровня. Здесь есть технические характеристики оборудования. Те, кто этим заинтересуется, могут запросить презентацию и посмотреть более внимательно, что представляет из себя наш программно-аппаратный комплекс. Также в программно-аппаратный комплекс обязательно входит PrimeBox. PrimeBox – это оборудование, которое позволяет, опять-таки, в очень высоком разрешении измерять реакцию человека. И об этом я сегодня тоже буду говорить. Опять-таки, все наше оборудование работает на твердогелевых вставках. То есть, это не жидкий гель, поэтому это очень удобно и комфортно для респондентов. Таким образом, каждое рабочее место включает полный комплекс оборудования, который может снимать мультимодальную нейрофизиологическую дату. И главное, что весь этот комплекс имеет единую станцию управления и контроля. Но мало сделать оборудование, которое может регистрировать различные нейрофизиологические сигналы. Очень важно, какие метрики мы будем использовать. И вот в рамках разработки системы нейробарометр мы запатентовали целую серию метрик. Потому что никому не интересно, как изменяется частота сердечных сокращений, или как изменяется частота дыхания, или как изменяются спектральные характеристики нашей электроэнцефалограммы. На самом деле, нашим потенциальным клиентам и текущим клиентам нужны совершенно ясные для них маркетинговые показатели. А это внимание, интерес. Интерес осознаваемый, интерес неосознаваемый. Потенциал запоминаемости, эмоциональная вовлеченность, изменение знака эмоции. И, собственно, какая это эмоция. И опять-таки, очень важно, чтобы была возможность рассчитать некий интегральный показатель эффективности. Но в нашем случае мы сделали первый интегральный показатель эффективности рекламного контента. Все наши метрики валидизированы и запатентованы, а все программные решения имеют свидетельство о регистрации. Опять-таки, когда мы говорим о сборе мультимодальной даты, то, естественно, хочется в этом разобраться. То есть у нас есть очень разные стимулы, у нас есть достаточно большой набор показателей. И у нас есть разное оборудование. И очевидно, что для разных измерений не нужно использовать весь комплекс оборудования. И вот тогда мы сделали, собственно, некую такую одну матрицу, которая показывала вам, какое нужно оборудование для анализа каких стимулов и, собственно, какие показатели следует использовать, например, при тестировании ролика или при тестировании сайта, или при тестировании любой статической рекламы, логотипов, постеров, текстов. И, собственно, что нужно использовать в случае, если мы делаем полевые замеры, а не работаем в лаборатории. Ну и, говоря о текущем применении, на сегодняшний день нейромаркетинговые технологии активно применяются в очень разных областях. Это, конечно же, реклама и коммуникация. То есть тестирование любого контента для определения эффективности его восприятия потенциальными аудиториями. Это, конечно, юзабилити, тестирование интерфейсов, компьютерные игры, тексты, кино, шоу, сериалы, любое торговое пространство, включая пространство искусственных миров или виртуальных миров. Это, конечно же, бренды, позиционирование и атрибуты бренда. И, конечно же, сегодня все чаще и чаще нейромаркетинговые технологии используются в органолептике, когда мы можем тестировать продукты, запахи и выявлять неосознаваемые реакции на эти продукты. И вот я хочу привести пример в разработке метрик для анализа эмоций, которая была нами проделана уже более двух лет назад. Эксперименты велись в течение полутора лет. Для того, чтобы сделать алгоритм распознавания эмоций, нами было отобрано более двухсот роликов. Потрачено пять месяцев только на сбор данных. Более трехсот пятидесяти респондентов приняли участие в этом исследовании. Мы использовали 20 электродов и длительность одной экспериментальной сессии была в среднем 58 минут. Для того, чтобы построить нейросеточку, мы проанализировали более тысячи параметров ЭГЭ. В этих работах принимали участие на разных этапах исследования очень большое количество людей, включая 9 научно-практических групп. Основная цель была разработать алгоритм распознавания эмоций. Какие мы построили гипотезы? Что у эмоциональных реакций есть определенные паттерны ЭГЭ, вызываемые аффективными стимулами. И каждая эмоциональная реакция имеет уникальное количество параметров электроэнцефалограммы, по которым ее можно предсказывать. И сразу же мы столкнулись с огромным количеством вопросов. Что такое эмоция? Мы обнаружили, что разные люди одну и ту же эмоцию называют разными словами. Вообще стоит вопрос, а какой стимул уместен? Какой стимульный материал четко соответствует той или иной выбранной нами эмоции? Является ли эмоция результатом сложного восприятия? Или их можно измерить и рассматривать как сумму последовательных реакций на различные стимулы? И какое минимальное продолжительное время требуется для возбуждения эмоций? Дизайн исследования был достаточно стандартным, обычным для любых научно-исследовательских работ. С чем мы опять столкнулись? Столкнулись с отбором ключевых эмоций и их кластеризации. Здесь вы видите, что в исследовании приняли участие более 250 респондентов. И число, которое написано около каждой эмоции, это точность классификации. Что же мы получили в результате? Мы увидели, что необходимо разработать новые модели, более независимые от субъектов исследования и характера стимульных материалов. Опробовали шесть различных моделей. Это и простая рекуррентная сеть, и двусторонняя рекуррентная сеть. Сеть с управляемыми рекуррентными блоками, с долгой краткосрочной памятью. Сеть с двусторонней долгой краткосрочной памятью и двусторонняя рекуррентная сеть с добавочными полносвязанными слоями. И все данные были разделены на обучающую и проверочную отложенную под выборки в соотношении 70 на 30. И, собственно, результаты точности показали, что двусторонняя рекуррентная сеть с добавочными полносвязанными слоями показала самую высокую точность распознавания. Дальше мы посмотрели, собственно, как эта наша сеточка распознает различные эмоции. Конечно же, лучше всего распознаются более контрастные эмоции. И самое интересное, что отрицательные. То есть раздражение, грусть показывают наибольшую точность классификации. Но также хорошо распознаются и умиротворение, смех, удивление. Конечно же, сетка должна продолжать обучаться все на новых и на новых данных. И мы с удовольствием продолжаем эти работы. Но, тем не менее, сегодня вот такой перечень эмоций мы уже можем распознавать по электроэнцефалограмме. И таким образом, собственно, модель обучена распознавать эмоции чисто по электроэнцефалограмме. Второй интересный пример, который мне хотелось сегодня вам здесь представить, это то, что связано с праймингом и с его применением в маркетинге. Мы все, конечно же, смотрели фильм «Фокус», и мы все знаем о прайминге. Один из самых интересных экспериментов, который мы тоже повторили, на основе его дальше запатентовали методику неосознаваемого интереса, это методика замаскированного прайминга. Когда мы демонстрируем целевой стимул на фоне прайма. Вот сейчас, если я покажу, значит, маска демонстрируется 500 миллисекунд, прайм 50 миллисекунд и целевой стимул 500 миллисекунд. Если я вам предъявляю таким образом стимулы, то вы не видите прайм. А если дальше я покажу прайм без маскировки, то все легко распознают доктор, написанный маленькими буквами. На самом деле, основная задача, которая ставилась перед нашими респондентами, это распознать и дать ответ на целевой стимул. На самом деле, виды прайминга бывают разные. Он бывает идентичный, семантический, несвязанный и когда мы даем псевдослова. И вот здесь мы увидим, что время реакции при идентичном прайме очень короткий, при псевдословах очень длинный. То есть человек совершенно на неосознаваемом уровне быстрее распознает целевой стимул, если ему предшествует идентичный прайм. Если же он даже будет семантический, то скорость распознавания будет меньше. А если не относящийся к целевому стимулу, то время распознавания будет еще больше. На основе этого, значит, нами была разработана методика, и теперь мы легко проводим эксперименты по исследованию наличия и силы ассоциации. В том случае, если нам нужно протестировать взаимосвязи между логотипами, брендами, продуктами. В том случае, если нам нужно измерить некие неосознаваемые установки к бренду. Был выбран дизайн эксперимента, например, просмотр примеров наружной рекламы. И далее тестировалась скорость распознавания отдельных элементов рекламы с помощью методики замаскированного прайм. Выборка составляла 40 потребителей фастфуда. И вот наша задача была выбрать в случае ребрендинга удачные и неудачные логотипы по скорости реакции на них. И, собственно, если мы видим вот на этом примере, совершенно очевидно, что логотип номер один с существенным отрывом победил логотип номер два. При этом, если мы даем даже не относящийся к целевому стимулу прайм, тем не менее, время распознавания целевого стимула все равно меньше, чем в случае с логотипом номер два. И это очень важно. Наша рекомендация была использовать логотип номер один. Какие же есть возможности для применения такой методики? Во-первых, она быстрая. На такое тестирование требуется в среднем 5 минут на респонденту. И очень чувствительная. То есть достоверные различия, статистически достоверные различия мы получаем уже на 20 респондентах. Удачные рекламные элементы легко распознаются. И это проявляется в более быстрых реакциях. И наличие вот этих неосознаваемых ассоциативных связей измеряется разницей во времени реакции на стимулы, перед которыми предъявляются ассоциирующиеся и не ассоциирующиеся с ними праймы. И, конечно же, в совокупности с сайт-трекингом данная методика позволяет определить, какие из элементов брендирования, рекламы являются наиболее заметными, запоминающимися и подходящими образу бренда. Опять-таки мы понимаем, что нейромаркетинг очень быстро сейчас эволюционирует. И если вчера это было только исследование с использованием нейромаркетинговых технологий, то сегодня мы уже хотим говорить о том, что мы хотим моделировать контент, моделировать наши промо-компании с использованием нейромаркетинговых технологий. Но на этом мы не хотим останавливаться, потому что для нас важно прогнозировать поведение потребителей, прогнозировать потребительское поведение. И вот этот переход от тестирования контента к прогнозированию потребительского поведения – это такой путь, который будет пройден очень быстро. Но для этого нужно выполнить определенные условия. Во-первых, мы должны ввести в повседневную практику тестирование и моделирование контента. Сегодня нейромаркетинг работает исключительно с аудиовизуальным контентом, с использованием нейромаркетинговых технологий. Дальше мы должны научиться моделировать поведенческие эффекты. Вообще поведенческая экономика – это огромная область знаний сегодня, научных знаний, которая позволяет прогнозировать массовое потребительское поведение в первую очередь. И для того, чтобы это у нас получилось, нам нужны объективные измерители или размеченные базы данных. На сегодняшний день у нас нет большого объема размеченных баз данных по реальному восприятию различных стимулов нашими целевыми группами. Затем, конечно же, нужны алгоритмы машинного обучения, которые позволят нам вот эту аналитику проводить в режиме онлайн-анализа. И, конечно же, нужна общая метрика, то есть единый стандарт данных. Мы все регистрируем нейрофизиологические показатели. При этом у нас у всех свои шкалы, у каждой нейромаркетинговой компании. И если тренды у нас одинаковые, то значения у нас разные, потому что мы все приводим это значение относительно той базы данных, которую мы имеем. И если у меня в базе данных при тестировании роликов там 3000 роликов, то в другой компании 5000 роликов и других. И наши значения, с которыми мы будем сравнивать, будут немножко отличаться. Так вот, нужна единая метрика, чтобы значения, которые получаем мы с использованием нейробарометра, могли быть совершенно сопоставимы и сравнивались со значениями, получаемыми другими нейромаркетинговыми компаниями, в том числе глобальными мировыми. Вот если будут выполнены все эти условия, то мы получим эффективное прогнозирование потребительского поведения. Ну и, конечно же, совершенно необходимо говорить о перспективных продуктах. И сегодня все больше и больше интерес к нейротехнологиям и к их использованию в экономике проявляют очень-очень разные отрасли. Ну, конечно же, это в любом случае связано с персонализацией. И, конечно же, это желание объективно оценивать аудиовизуальный контент, а в дальнейшем сделать его моделируемым, то есть управляемым. То есть создавать такой контент, который будет подстраиваться под мое текущее состояние или под мое текущее восприятие. Во-вторых, это, конечно, гейминдустрия. То есть сегодня все больше и больше продуктов на рынке возникает, которые, с одной стороны, позволяют управлять в игре нейрофизиологическими нашими параметрами. В том числе, например, играть без речи и движения, используя только мысленное намерение. Во-вторых, конечно же, это все равно тренировки. Это тренировки для повышения эффективности киберспортсменов и любых игроков. Ну и все больше и больше спрос на нейротехнологии. И мы назвали это направление нейросейфити. Это коррекция любого небезопасного поведения на производстве. И, конечно же, все методы, которые могут позволить обучить наш персонал преодолевать эффекты стрессовых состояний. Потому что мир все больше и больше усложняется. И для нас крайне важно научиться справляться с той сложностью и с теми сложными решениями, которые на нас на сегодняшний день обрушиваются. Научиться справляться с состояниями, которые являются последствием стресса. Спасибо за внимание. Я была очень рада рассказать о своих наработках. Надеюсь, следующие доклады дадут вам еще большее и лучшее представление о нейротехнологиях и их использовании в маркетинге в первую очередь. Меня зовут Михаил Баев. Я старший научный сотрудник лаборатории исследования поведения компании «Лицом к лицу». Сегодня мы поговорим об опыте нашей лаборатории в реализации методологии прямой оценки лицевых экспрессий. Более трех лет наша лаборатория, возглавляемая профессором факультета психологии МГУ Алексеем Николаевичем Бусевым, разрабатывает программное обеспечение для анализа выражений лица. Существует два способа автоматизированного анализа мимической активности. Это селективный способ, как поиск соответствия выражения лица, образцам из ограниченного набора базовых эмоций двигательных единиц. И комплексный способ. Это анализ сочетания отдельных движений лица во времени. Селективный способ в основном используют нейротехнологии, нейросети и имеют очень давнюю историю. Впервые успешно реализованный метод «Селективный способ» был успешно реализован Александером в своей системе Wizard в 1986 году, если не ошибаюсь. В данных системах используются нейросети, обученные на ограниченной и маловариативной выборке 6-7 базовых эмоций или двигательных единиц, или ограниченного набора двигательных единиц. Почему выборка ограничена и почему не получается сделать качественную выборку? Есть методологические и технические ограничения. Дело в том, что для того, чтобы сделать качественно аннотированную выборку выражений лица, требуется работа большого количества экспертов и экспертов области анализа движений лица. В основном экспертов, подготовленных по системе кодирования Facial Action Coding System Facts. К сожалению, число таких экспертов ограничено, а данная работа очень трудоемка. Поэтому не получается сделать достаточную выборку. Я могу с полной ответственностью сказать, что нигде в мире нет выборки достаточного качества для того, чтобы обучать нейросети. В настоящее время появилась даже интересная тенденция создавать при помощи, например, программы Face Jam или аналогичных программ, создавать искусственные лица, создавать их с тем или иным выражением лица и на основе них уже учить нейросети. Но, к сожалению, вариабельность таких выборок тоже не, скажем так, недостаточно. Она оставляет желать лучшего. Это первый ограничивающий фактор нейросети. Второй. Быстрые движения лица не определяются. Например, такая программа, как Noldus Face Reader, быстрые движения лица не определяют вообще. Микровыражения лица они не определяют. Об этом заявляют сами разработчики. Следующий фактор. У примерно 7-10% в популяции невозможно оценить эмоции по выражению лица. Это связано и с индивидуальными особенностями, и с наличием гиперкинезов. И поэтому при использовании нейросетевых технологий, при использовании селективного способа требуется предварительное вмешательство эксперта для того, чтобы исключить из группы анализируемых лиц того человека, у которого невозможно оценить эмоции по выражению лица. И грамотные нейромаркетологи как раз используют этот подход. Например, в Милане, в лаборатории нейромаркетинга, где работает мой хороший знакомый Маурицо Маури, они исключают таких людей из выборки. Чувствительность программного обеспечения требует ручной настройки. Уровень срабатывания, уровень чувствительности, что мы принимаем за эмоцию, а что нет. То есть, фактически, какое впечатление нашей системы, эмоция это или нет, настраивается вручную. И, например, программы Аффектива для каждого из клиентов, которые покупают эту программу, настраиваются под требования клиента до трех уровней срабатывания, которые клиент сам переключает. Высокая, средняя, низкая чувствительность системы. Соответственно, необходимость учета расовой принадлежности респондента. Не для всех рас созданы равные обучающие выборки. Это объективный фактор. Вот это ограничивающие факторы селективных систем. Мы в своей разработке придерживаемся комплексного подхода. Мы анализируем сочетание отдельных движений лица во времени. И делаем это в соответствии с принципами международной системы ФАКС – Facial Action Coding System. ФАКС, разработанный Полом Экманом, Уоллесом, Фризеном и Джозефом Хагером, позволяет описать все возможные выражения лица. Комплексный подход также позволяет оценить быстрые движения лица, то есть как в том числе так называемые микровыражения эмоций. Позволяет оценить асимметрию мимической активности. Более того, это уже изначально заложено в нашей системе, возможность оценки асимметричных выражений. Мы оцениваем выражения по сторонам право, лево, отдельные фрагменты лица, и можем их сравнивать. То есть мы изначально оцениваем асимметрию. Мы можем оценивать индивидуальную вариабельность мимической активности, искать специфические паттерны, что чрезвычайно важно в нейромаркетинге, так как поиск специфических паттернов, поиск паттернов по заказу, поиск предварительно научно подтвержденных паттернов, он очень легко осуществляется с использованием как раз нашей системы, с использованием комплексного подхода. Не требуется индивидуальная программная настройка программного обеспечения под лицом и независимость от расовой принадлежности. Мы можем оценивать лицо любой расы. Как я уже говорил, мы анализируем лицо, выделяя отдельные двигательные единицы. На этом слайде показана таблица двигательных единиц, ФАКС и их сочетаний в соответствии с принципами Экмана, в соответствии с принципами дискретной теории эмоций Экмана. И мы можем видеть прототипические эмоциональные реакции и их отдельные варианты. То есть, что составляет, какие движения лица и их сочетания составляют то или иное внешнее выражение базовой эмоции. Двигательные единицы ФАКС в той или иной степени соответствуют отдельным движениям, сокращениям тех или иных мышц или групп мышц. Для того, чтобы это установить и для того, чтобы более точно валидизировать ФАКС, создатели ФАКС Экман и Фризен на себе проводили ряд экспериментов, часто достаточно болезненных, раздражали точечными электродами те или иные лицевые мышцы и смотрели результат внешнего проявления сокращения этих лицевых мышц. И тем самым они могли описать и более точно описать, что происходит с лицом, как изменяется поверхность лица при сокращении той или иной мышцы или группы мышц. Основные особенности нашего подхода к автоматизированной оценке немнической активности – это прямая оценка движений поверхности лица, в отличие от нейросетевой классификации. Мы анализируем изменения поверхности лица, смещение и изменение поверхности. Мы моделируем восприятие эксперта при обнаружении двигательных единиц. Что это такое? От изменений поверхности к двигательным единицам и эмоциям. Мы моделируем логическую цепь о размышлении эксперта. Как это происходит? Как это описывается в факс-мануал? Как это происходит в опыте эксперта? Для того, чтобы оценивать изменения поверхности, нам пришлось разработать пять оригинальных авторских процедур компьютерного зрения. Так как ни одна, я еще раз повторюсь, ни одна из доступных процедур, как платно, так и бесплатно, процедур компьютерного зрения не показала достаточной эффективности в анализе движений и изменений поверхности лица. Поэтому нам пришлось разработать свои оригинальные процедуры. И, соответственно, наша система, анализируя изменения поверхности, моделируя восприятие эксперта в логическом переходе от изменения поверхности к двигательным единицам факс и эмоциям, полностью соответствует принципам компьютер-факс. Это новый термин, который, то, что называется, как по-английски, «коинт», породили в конце 2020 года Пол Экман и Эрика Розенберг в последней редакции книги «What the Face Reveals» в последнем третьем издании. Принципиальные особенности и преимущества нашей системы – это высокая точность оценки движений поверхности лица. Мы анализируем движение, начало и окончание этого движения. Это же движение может увидеть эксперт и полностью валидизировать, что мы и делаем при валидизации нашей системы. Сравниваем результат оценок нашей системы с результатами оценки сертифицированных экспертов по ФАКС. Второе принципиальное преимущество – это возможность проведения всех видов анализа мимической активности на основе выделения двигательных единиц. Мы можем проанализировать все возможные варианты, все движения, все их сочетания, выделить различные паттерны движений, а не только эмоции. Независимость оценки мимической активности от расовой принадлежности респондента. Нам все равно, какой раса человек и какого цвета его хуже. Изменение поверхности есть изменение поверхности. Мы можем описывать мимическую активность детей до 5-7 лет. Дело в том, что мимическая активность детей в юном возрасте описывается в двигательных единицах ФАКС, только в двигательных единицах ФАКС, а не в дискурсе эмоций. Что нужно понимать? Очень мало, очень мало даже профессиональных психологов знает, что маленьких детей нельзя описывать в дискурсе эмоций. Ну, как пример, я вам могу сказать, что тот же 0-бус-фейс-ридер имеет детский модуль, и там нет эмоций, там есть только двигательные единицы ФАКС. Но, к сожалению, точность определения там не очень высокая. Мы можем оценивать гораздо точнее, и оцениваем гораздо точнее. И возможность описывать мимику детей это является таким, ну, скажем так, с моей точки зрения очень важным моментом именно в аспекте нейромаркетинга. Почему? Потому что, например, дети двигаются к детям, что затрудняет использование, например, электроэнцефалографии. А если мы выделяем лицо ребенка на видео, захватываем его, то можем проанализировать его реакции. Что изменилось? Мы можем проанализировать не просто эмоции, нам это не так важно, не выражение эмоций, нам это, в общем, не важно. Мы можем проанализировать изменения, типичные паттерны, выделить специфические паттерны. Одним из ключевых преимуществ нашей системы является независимость от теоретического подхода к оценке мимики. Неважно, какой дискурс. Дискурс Экмана, дискурс – компонент процесс моделл Шерера, принципы Лизы Фельдман-Барретт, которая вообще считает, что базовых эмоций не существует, но тем не менее, и эта цитата из нее буквально настаивает на максимально точном анализе лица с использованием фактов. Харрия Толстер. Теоретический подход. Мы можем выбирать ту модель анализа, имея наши данные, по требованию, какой теоретический подход мы используем, тот анализ мы и выбираем. Данные у нас не изменяются. Как можно применять нашу систему в нейромаркетинге? Возможно оценить характер изменения мимической активности человека в ответ на предъявленные стены. Это общее изменение мимической активности. Частоту возникновения отдельных двигательных единиц, общую валентность мимической активности, то есть положительные и отрицательные эмоции. По чистоте возникновения отдельных двигательных единиц мы можем очень точно сказать, мы можем точно сделать вывод об изменении активности человека, об изменении активности его мимики. Объективно посчитать. Объективно, валидизированно, любой эксперт может взять видео, карандаш, бумагу и посчитать то, что считает нашей системой. Мы можем оценить эмоциональную реакцию, базовые эмоции, радость, удивление, страх, невпрезрение, отвращение и печаль. Как ответ на предъявленные стимулы. Можем выделить типичные мимические паттерны, характерные для интереса. Совладание с отрицательными эмоциями. Это очень значимый паттерн. И он проявляется в основном в нижней части лица и не может быть описан как типичная эмоция. И крайне сложно создать для него какую-то базу данных для обучения нейросети. Более того, невозможно. То есть только прямым анализом. Мы можем оценить паттерны амбивалентных реакций, когда человек реагирует одновременно как бы и позитивно, и негативно. То есть он не уверен в своей реакции. Можем выделить такие специфические паттерны, как раздражение, скуку, напряженное внимание, погруженность в себя. Дальше мы посмотрим примеры анализа мимической активности с помощью нашего программного обеспечения Face-to-Face Emotion Studio. Четыре примера анализа макро- и микровыражений лица разных людей. На этом слайде мы видим пример интерфейса нашей девелоперской версии, в которой мы можем создавать различные, из двигательных единиц мы можем создавать различные эмоции, различные мимические паттерны. И, собственно, в ней мы настраиваем все варианты анализа поверхности лица. И делаем на основе вот этой вот девелоперской версии. И сделан наша коммерческая версия, о которой я скажу тоже несколько слов. Обратите внимание, эмоции, печали, злость, гнев, специально быстро презрение, специально быстро перехожу, чтобы можно для экономии времени, отвращение, отвращение, презрение, печаль, презрение, печаль, радость, презрение, презрение, справа. И снова презрение. На следующем слайде мы увидим изнанку нашей программы, где, собственно, таблица таймлайна с двигательными единицами. Двигательные единицы 5, глаза расширены, обратите внимание. Двигательные единицы 7 и 10, 45 моргания. На следующем слайде пример видеозаписи передачи Татьяны Голиковой, где мы видим, обратите внимание на пик на графике, который соответствует двигательной единице, 6 с правой стороны двигательным единицам 10. Посмотрите. Это видеозапись обычной передачи. То есть по телевизору показали чиновника высшего ранга стиком. Такого быть просто не должно. Еще раз давайте посмотрим. Наша программа определяет. Обратите внимание на смещение кадра. Да, мы определяем движение. То есть инвариантно к смещению головы. Не требуется фиксировать голову. Для оценки работы нашей программы, для валидизации ее, мы используем две базы данных. Это база КАСМИ-2, Chinese Academy of Science, Microexpression, и база САМ. База КАСМИ-2, это аннотированная человеческими экспертами-людьми база микровыражений и предназначена для анализа точности работы различных систем. Обратите внимание, 200 кадров в секунду. Обнаружение двигательной единицы L20, растягивание губ, это эквивалент страха. С левой стороны. Очень быстрое движение, очень быстрое движение, и его достаточно плохо видно. Вот оно. Соответствует БАРН. Давайте еще раз посмотрим. Следующая – это база САМ, манчестерская база данных. И давайте посмотрим двигательная единица 7. Двигательную единицу 7. Активность нижней веки. Микровыражение. Видно лучше. И в завершении я хочу показать вам интерфейс нашей коммерческой версии. Это программа Amaradar. Она была представлена уже на выставках. И что здесь? Программа имеет доступ к серверу. То есть у нас есть серверная версия программы. И весь расчет идет на сервере. То есть загружается видео, расчет происходит на сервере, и отображение результатов расчета происходит на локальном компьютере. Ну, соответственно, возможность экспорта данных, возможность работы на двух языках, на русском, на английском. и достаточно простая программа для работы эксперта. Программа, эта версия программы называется Amaradar. Спасибо. вам. Hello, everyone. My name is Andrew Kustov. I am a PG student in the engineering science and higher school of economics. And I'm also CEO and founder in neuromarketing startup Fastest, which is an American-based company. And we operate at the moment in 15 countries. And I work with the largest brands. And today I'm going to talk about so-called neuroforecasting and this field studies how neurostific methods can predict real-world behavior at the population level. So I'm going to give you some scientific perspective of this approach and practical based on my experience with working at the real-world data with a number of the largest brands and with a more practical market overview of this field. So I would like to distinguish my presentation to the four steps. So first of all, I'm going to define neurophysic approach, so what it's all about. Then I'm going to present you our study with a sales prediction of the primary rewards which we acquired with work together with one of the largest restaurant chain. Then I'm going to present you another study when we predicted a media metrics based on a number of different tools like EEG and tracking and Rakshatama analysis. So it was also behavioral study implied here. And then I'm going to make a bigger picture and to discuss one of the key changes in marketing and what can be the role of neuroscience here. So first of all, I would like to tell about one of the main theoretical framework in the field of decision making and neuroeconomics which was proposed by we can distinguish our decision making process into five steps. The first one is called representation when we analyze what's going on in this world, what's going on in ourselves. So we look to this world and understand what is the problem right now. Then there is a step called valuation. So we look to the problem and try to assign some different values to the different alternatives which can be used to solve this specific problem. Then there is extra selection. We select one of these options with the highest value. After that we compare what we got after this decision with what we've been looking for so we compare outcomes with our specific values which was assigned before the decision was made and based on this outcome evaluation we have a learning and in neuroeconomics field the really let's say big number of papers are dedicated to the evaluation process and it's super interesting because if we can understand the values of the different alternatives then we can predict the behavior we can predict which action going to be selected so that's why the number of papers are dedicated to this field however the vast majority of the studies like hundreds of the studies are trying to predict the behavior in the lab of the same individuals and then while narrow forecasting is about prediction of the behavior of the at the population level not at the level not at the level of the lab but at the population level so neuro forecasting refers to the prediction of population behavior based on the neuro imaging data of a limited number of subjects and basically the number of the studies neuro forecasting is quite limited so it's less than 20 projects less 20 studies already published in this field however the most cited papers here is the prediction of the strong popularity which was done by Burns the prediction of the ad effectiveness by Emily Falick prediction of the microloan successes based by Ginevsky and Knudsen and point-of-sale materials effectiveness based by Kuhn work and the weight majority of these studies are being analyzed secondary rewards while we tried in our study number one to predict consumer behavior of the primary reward not secondary but primary so goal of our first study was first of all to confirm previous forecasting studies and secondly to demonstrate for the first time feasibility of neuro forecasting methods to predict consumer behavior at the population level for primary rewards for food so we have done it with cooperation of one of the largest restaurant chain here in Russia and we done it at the base of the with FMRI data analysis acquisition obviously so our subjects being 50 right-handed persons from this restaurant target audience we made a nice pre-selection of the subjects and the task was to visit at least one time per three months this restaurant chain and they might have every check in this restaurant more than 1000 troubles so our design of the FMRI probe was the following so first of all we showed the picture then some description so picture was like pizza description was very nice pizza you have tried there was the price for example $8 or 600 rubles or whatever and then subject had made a decision whether he would like to buy this pizza or not yes or no and then we got an interval two two to six seconds and then it was the same for another dishes so in total we got 84 dishes and the task for subject been to choose these dishes and one of the dishes we told them we're going to be presented to him out of the dishes which he chosen after FMRI session there was a behavioral session when we collected the survey data so we asked whether the subject liked whether he satisfied with the price of this dish so we analyzed FMRI data and the number of regions of interest our key region of interest was which is used in the number of previous studies in the field of neuroeconomics and neuroforecasting as well so there was a few approaches to define this region of interest so we looked to the data from the Dunevsky work to the Barter work she made extensive meta-analysis of the more than 100 papers and also we made our approach with localizing our activity in natural striatum based on our parametric contrast for liking so liking is a parametric contrast which was defined as a contrast between events and dishes which have been preferred so they have been rated more than the 4 out of 5 and for the unpreferred options which have been rated less than 3 out of 5 so the contrast between them in the ventral striatum mask based by Bartraub was used as a region of interest which we been analyzed in our data and which was led to our correlation and model analysis so and then we got also population behavior we got our sales data from our partner restaurant chain so we got the sales of each of our dishes for the one year so we got as an input data from the FMRR from this 84 dishes from our subjects and we got the survey data from them and also we got the sales data the real sales from this restaurant chain so the first of all we found that there is a significant correlation between virtual stratum activity and sales index so our coefficient of correlation was 0.24 while p-value was below the 5% so it was a significant correlation between them the second thing we made hierarchical regression models and we placed inside them just the choices in SCARO behavioral data the survey model which included likability familiarity and press perception from the survey station and combined model which included also major threat activity and we found that the model which includes major threat activity predicts sales index better than other models and also major activity alone significantly predicts the sales index so as a conclusion for the study that it was that we replicated successfully previous neurofocusing studies and shown the link between major threat activity of limited number of subjects and population behavior so our sales index and secondly we shown that reliability of neurofocusing critically depends on the region of interest and this region of interest should be reward specific we cannot use the same region of interest which was used in the other studies which where the secondary rewards been predicted primary rewards is another story so it was our first study and another one was aimed to show whether it's possible to predict other metrics which metrics from media environment metrics of the efficiency of the banners based on the data from the different tools like EEG and tracking and behavioral measurements and the survey and to come up with the conclusion which of the methods have the higher prediction accuracy here so our goal of the study was first of all to confirm previous neuroforecasting studies to apply to the media metrics to analysis of the efficiency of the different manners and secondly to compare feasibility of neuroforecasting methods between one to another so experiment was the following so we got the two separate studies so the first one was the lab study lab study and the lab study the subjects been exposed to the different ads to the different banners and their brain activity recorded with EEG and also with eye tracking after each of the exposure we asked them some filler questions example do you like it yes or no and then they got an interval between trials so we got 10 banners here and we recorded EEG active EEG and tracking so also we got behavioral study which was done in internet via a platform so here we've been analyzed we've been showing certain banner the same as in the lab study then some statement appeared so I like it so it's the most commonly used metric ability in the marketing research studies also and after that subject had to make a decision yes or no so yes it was one button at the keyboard he has to push the button and no was another button at the keyboard so we collected here also his reaction time from the response to build then the index for implicit reaction time analysis so as an input we got a number of metrics from the lab study and behavioral study it was engagement from EEG which is believed might be the most predictable metric attention from tracking and we distinguished tracking data as a dwell time to the data from the banner I mean to the slogan to the logotype and for the text block and analyze first of all the dwell time for the picture the survey answers and ebris situations which have been recorded through ebris interaction time analysis and from our partner from one of the largest food retails we got metrics of ad efficiency from programmatic so it was session duration so how much time people spend on the web page after they click to the banner and number of pages per session so how much pages they been clicked through after they clicked to the banner so guy clicked through the banner so how much pages he been clicked after that so we found so we built a general linear model for all these metrics and we found the survey brings the smallest prediction here the second place is for implicit association task then it goes picture attraction based on tracking data then engagement from EEG and then narrow methods combined obviously narrow methods combined brings the more or less perfect correlation rate and accuracy here and also EEG engagement alone is also predictive so p-value is below 0.5 and the error square is around 0.3 for EEG engagement in the correlation analysis and also important to mention the business value of this study so if we like to select top five binaries by the different methods we can and then compare it with the real world outcome with the average data we can see that the survey uplift of this data is only about 3% of this declarative data while implicit associations brings 13% uplift and the same uplift of the data brings also EEG and tracking so we can see that more or less in terms of business value if you would like to choose 5 out of 10 best banners we can use interaction time and tracking and EEG and all of them can bring us more or less the same uplift while of course prediction rate and correlation analysis shows us that EEG and tracking much better than implicit reaction time analysis and of course the survey has the lowest accuracy here so as a conclusion we replicated previous neuroplastic studies and found a significant correlation between neural metrics which delivered from EEG tracking data and abstraction time analysis so we shown that this data from the limited number of subjects can predict the behavior at the population level so this is a media metrics here we shown that the reliability of neuroforecasting can depend on the metrics and equipment so in example if we use EEG we can realize this data much more than eye tracking data and behavioral measurements like impulse reaction time nevertheless in terms of business value behavioral measurements can be as effective more or less as effective as EEG analysis so the next part of my talk I would like to give you a bit bigger picture based on my experience with working in a number of countries with the largest brands which I can like bring to you so from my point of view there is one of the key challenges in the marketing research which is not solved yet in the top companies top corporations like Coca-Cola PepsiCo and the top agencies in the world this challenge is not solved and not going to be solved in a few years at least so from my point of view the challenge is the following so right now there is a number of awesome technologies which exist in the world and neuroscientific approach bring us a number of very cool evidences and hopefully what I just shown to you is one of the nice evidences and connection between neuroscience and the real world outcomes but right now if you would like to look to the whole picture in the marketing market in the marketing field neuroscience is one of the existing areas of the knowledge and also there is other areas of knowledge which also are super important for marketing professionals so this can be econometric it can be some artificial networks which can create content it can be dynamic optimization tools it of course is the area of consumer insights and right now and of course media consumption and this area is super cool and super interesting for marketers and right now these areas have a really small connection one with each other so as I shown to you neuroscience right now have some connection which always exists but it's quite small with let's say with media consumption or with sales and consumer behavior and also can bring some consumer insights however this connection is quite limited and it's really quite small so the number of papers in this field is super low and also question about validity of this approaches arises due to low number of studies in this field however in some future hopefully we can connect all these dots so we can show how exactly near specific measurements can affect correlate with the sales with media metrics which incises can bring to us whether it can be useful for neural networks which can create the content for marketers whether it can be useful for other fields so and one day we can connect all dots but we need obviously much more data which we have we need really big super big data to make all these connections right now we can do it but hopefully one day we will collect the data and I would like strongly to encourage all neuroscientists from BCI Samara or maybe from other conferences to look to this field to collect this data to look to the real world outcomes to the real world data to try to correlate one with each other one day if we will all go this direction we can bring a really nice data which can be useful for marketing guys for marketers which can deliver their super nice insights and also for neuroscientists because we can prove our technologies and make a validation of our methods and to see how these methods can be predictive of the real world outcomes not at the lab however thank you for your attention this is it from my site hope to get some questions and ready to answer to them thank you and here is my contacts if you interested I'm always open to collaborate thank you bye добрый день уважаемые коллеги рада приветствовать вас на международной конференции мозг компьютер интерфейс наука и практика 2021 меня зовут Ольга Маслова я кандидат социологических наук заведую лабораторию нейромаркетинга в научно-исследовательском институте нейронаук самарского государственного медицинского университета позвольте представить вашему вниманию наш доклад нейромаркетинг исследований потребительского поведения в контексте ковид-19 пандемия ковид-19 вызвала серьезные изменения во всем мире в потребительском поведении людей изменились также и методологические подходы к организации нейромаркетинговых исследований эти вопросы мы постараемся осветить нашим сообщением пандемия ковид-19 привела к значительным изменениям в привычках и поведении потребителей в основном из-за ситуаций связанных с ограничением свободы ограничения на передвижение введенные на глобальном уровне заставляют потребителей принимать новые модели поведения связанные с социальной дистанцией потребители резко отказались от большей части дискреционных расходов в основном услуг и увеличили потребление через электронную торговлю кроме того рост спроса на домашние развлечения или практика компульсивного поведения связанная с покупкой и накоплением в основном предметов первой необходимости предметов гигиены определяют эту новую ситуацию однако как только этот этап характеризующийся панической покупкой проходит ожидается что эффекты ковид-19 будут иметь длительное влияние на привычки поведения потребителей среди потребителей будет тенденция к потреблению продуктов с большей безопасностью и стремление к удобству таким образом понимание последствий вызываемых текущей ситуации становится фундаментальным компании должны будут действовать и меняться вместе с людьми правильным образом лояльность будет трудно защитить и товары и услуги должны вызывать доверие стремиться к индивидуальности и удовлетворять эмоциональные потребности потребителя как же нейромаркетинг помогает понять постпандемические изменения в поведении потребителей как изменилась психология потребителей в процессе пандемии от старых привычек трудно избавиться но пандемия изменила то как люди покупают товары взаимодействуют с брендами пустые супермаркеты панические покупки внезапный интерес домашним рецептам это лишь некоторые из тенденций которые начались с началом пандемии эксперты по нейромаркетингу отмечают что это не просто тенденции некоторые из них связаны с психологическими изменениями которые на какое-то время могут определять рынок например исследование проведенное в университете Аделаиды Австралии в июне и декабре 2020 года выявило 4 ключевые особенности постпандемического потребителя первая особенность предотвращение риска 24% респондентов заявили что прибегали к панической покупке опасаясь что у них закончатся предметы первой необходимости вторая особенность интерес к стране происхождения товара 46% потребителей заявили что из соображений безопасности они больше заботятся о стране происхождения продукта и в результате товара которые рекламировались как сделанные в конкретной стране быстрее улетали с полок третья тенденция повышенное внимание к здоровью и благополучию согласно исследованию количество домашних блюд увеличилось на 45% потребление овощей и фруктов увеличилось на 33% а продажа растительного белка на 60% следующая тенденция это безопасность люди реже ходят в супермаркет в рестораны и ищут экологические безопасности безопасные варианты приобретения продуктов товаров и получения питания в дополнение к этим четырем факторам исследования опубликованные в журнале Frontieras отстаивают роль нейромаркетинга как инструмента эмоциональной связи между организациями и аудиторией в социальных сетях в то время как многим брендам удалось приспособиться к новым покупательским ценностям покупателей переживших пандемию другие продолжают полагаться на старые методы что привело к появлению нечувствительных и глухих маркетинговых сообщений пандемия изменила мир и по многих отношениях некоторые из этих изменений вернутся к так называемому нормальному базовому уровню но некоторые останутся надолго и они могут формировать тенденции в обществе на долгосрочный период исследование потребителей проведенной компанией Accenture по поводу COVID-19 выяснилось что потребители больше опасаются экономических последствий COVID-19 чем последствия для их собственного здоровья потребители реагируют на кризис по-разному некоторые испытывают тревогу беспокойство подпитывая паникой панику с покупкой товаров первой необходимости гигиены другая крайность потребители остаются равнодушными к пандемии определены в исследовании пять новых типов потребителей первый тип беспокойный 21% составляет эту группу этот тип потребителей боится будущего тревожится и реагирует особенно в отношении своих покупок беспокоится о своем здоровье и на 25% чаще испытывает стресс или тревогу из-за вируса этот тип потребителя осведомлен о текущих мировых новостях следующий тип потребителя это индивидуалист 22% индивидуалист заботится о себе накапливая предметы первой необходимости и пытаясь обеспечить сохранение своего статус-кво этот тип потребителей с большей вероятностью будет держаться с огняком только 35% чувствуют себя более связанными со своими соседями из-за наступившего кризиса третий тип потребителей это рационалист 39% у этой категории потребителей менталитет сохранять спокойствие и продолжать он в курсе текущих новостей сортирует информацию на полезную и бесполезную он увеличивает покупку только рекомендованных продуктов таких как средства личной гигиены чистящие средства основные продукты питания следующий тип потребителей это активист всего 8% активист ищет и поддерживает других в сообществе этот тип помогает обеспечить достаточное количество товаров покупает то что ему нужно по мере необходимости и на 59% с большей вероятностью будет делать покупки для людей не являющихся членом своей семьи активисты очень активны в новых формах и форматах социального взаимодействия и пятый тип потребителей это равнодушные 11% это тип потребителей ведущий свои дела в обычном режиме он наименее информирован из всех типов потребителей и вряд ли будет знать ли выполнять рекомендации возможно в результате они на 39% реже испытывают стресс и тревогу по сравнению с другими типами потребителей эти типы потребителей помогают понять потребительские изменения самое большое изменение в потреблении личных средств гигиены среди беспокойного типа потребителей увеличение этих покупок на 50% против 10% среди равнодушного типа потребителей компаниям важно понимать как реагируют потребители и разрабатывать персонализированные маркетинговые стратегии для каждого из типа потребителей как же изменились установки потребителей Установки также изменяются по мере развития пандемии с наименьшей долей представленности типа потребителей беспокойной на тех рынках, где вспышка COVID стабилизируется. В данном исследовании 15 рынков были разделены на три категории – развитие пандемии, усиление и стабилизация, в зависимости от стадии пандемии на момент исследования. Пропорции потребителей типов беспокойный и активист снижаются, в то время как типы индивидуалист и равнодушный увеличиваются на стабилизационных рынках. Меняются и потребительские приоритеты. Они стали более сосредоточены на самых элементарных потребностях, в результате чего спрос на продукты гигиены, чистящие средства, продукты первой необходимости резко возрастает, в то время как на второстепенные категории резко падает. Факторы, влияющие на решение бренда, также меняются по мере того, как усилится тенденция покупать местные товары. Цифровая коммерция также набирает обороты по мере того, как новый потребитель мигрирует в интернет для покупки продуктов, и этот рост, вероятно, сохранится после пандемии COVID-19. Здоровье – это первоочередной приоритет для потребителей. Далее следует здоровье друзей, семьи, питание и безопасность, медицинская безопасность, финансовая, личная, были другими ведущими приоритетами. Потребители приобретают новые привычки и новые модели поведения, которые, как ожидаются, сохранятся в долгосрочной перспективе. COVID-19 ускорил три долгосрочные перспективы тенденции. Первая тенденция – это постоянно растущий фокус на здоровье. Вторая тенденция – это рост сознательного потребления. Потребители более внимательно относятся к тому, что они покупают. Они стремятся сократить количество пищевых отходов, делать покупки более экономно и покупать более экологически чистые продукты. И третья тенденция – это растущий интерес к покупкам на местном уровне, например, желание покупать товары местного производства. Для брендов даже до пандемии было непросто решить, что движет покупателями. Теперь это еще сложнее, потому что COVID-19 затронул многие области общественной жизни и изменил прежнее покупательское поведение. Каждый бренд, надеющийся оставаться актуальным, несомненно, должен сотрудничать с ведущей компанией, проводящей нейромаркетинговые исследования, чтобы выяснить, как изменились его целевые потребители и каких новых ценностей они придерживаются. В исследовании 2021 года, до и после короны, новые глобальные вехи в теории и практике потребительского поведения, были сформулированы следующие гипотезы. Первая гипотеза – пандемия COVID влияет на понимание потребления и сбережений. Вторая гипотеза – пандемия COVID влияет на предпочтение потребителями использовать безналичную систему оплаты. И третья гипотеза – пандемия COVID не повлияла на персональные предпочтения в сфере питания. В результате исследования выяснилось, что подтвердилась только первая гипотеза – пандемия COVID влияет на восприятие потребления и сбережений. Также оказалось, что пандемия COVID не оказала влияния на предпочтение потребителями использовать безналичную систему оплаты. И третий момент – пандемия COVID-19 оказала влияние на персональные предпочтения в сфере питания. На основании этих результатов можно определить будущие тенденции покупательского поведения не только в случае выбранной отрасли, но и в целом вообще. Результаты другого исследования – изменение маркетинга в сценарии COVID-19, нейромаркетинговый подход. Исследование 2021 года показывает, что в предпочтениях потребителей наблюдались некоторые существенные изменения из-за вспышки пандемии. Но эти изменения недостаточно значительны, чтобы вызвать серьезные изменения в стратегических моделях. Скорее всего, исследователи хотели бы предложить, чтобы маркетологи исследовали некоторые новые аспекты привлечения клиентов. Например, повысить коэффициент обслуживания своих специальных предложений, запустить программы лояльности для постоянных клиентов, сделать предложения более персонализированными и так далее. Это, безусловно, даст импульс развитию бизнеса в текущем периоде, а также поддержит его в период после пандемии COVID-19. Каковы же изменения маркетинга в сценарии COVID-19 рассматривают авторы в контексте нейромаркетингового подхода? В обычном состоянии люди заботятся о таких вещах, как внешний вид, одобрение референтных групп, цена, применимость, выбор и так далее. Но в ситуации пандемии, такой как COVID-19, люди заботятся о нескольких атрибутах, таких как пригодность и цена товара. Это не означает, что все предыдущие результаты, связанные с нейромаркетингом, недействительны. Скорее, это можно рассматривать как отход от обычной маркетинговой ориентации. Исследователи также заметили, что в ситуации пандемии респонденты все еще обсуждают, сравнивают, оценивают каждый продукт, прежде чем окончательно его купить. COVID-19 не только повлиял на здоровье потребителей, но и привел к некоторым серьезным изменениям в их мыслительном процессе. Это результат изоляции на глобальном уровне, событий длительного карантина и самоограничения, которые нарушили прежние модели поведения потребителей. С другой стороны, между разными странами мира возник огромный дисбаланс спроса, производства и предложений. И все развитые и развивающиеся страны сталкиваются с проблемами, связанные с меньшим доходом и высоким уровнем безработицы. В период COVID-19 социальное дистанцирование стало новым способом ведения бизнеса. Люди сосредотачиваются на улучшении клинических условий в своих домах, используют маски, дезинфицирующие средства и надеются на вакцину. Большинство клиентов предпочитают удобные покупки и доставку на дом. Каков же прогноз развития нейромаркетинга в будущем? COVID-19 был объявлен пандемией Всемирной организации здравоохранения в течение трех месяцев после ее распространения в ряде стран. По мнению экспертов, пандемия COVID-19 повлияет на последующие мероприятия нейромаркетинга, но в краткосрочной перспективе. Согласно отчетам британской аудиторской консалтинговой компании Ernst & Young Global, в последующие годы темпы роста нейромаркетинга, как ожидается, будут увеличиваться со скоростью 14% в год. Этот прогноз был рассчитан на 5 лет – с 2021 по 2025 год. Процесс исследований будет продолжаться и даже качество полученных данных может улучшиться в процессе исследований. Сейчас нейромаркетинг стал более актуальным, чем когда-либо. И в контексте пандемии это важный инструмент для понимания трех вещей. Во-первых, почему COVID-19 изменил поведение потребителей? Второй вопрос, каковы новые психологические характеристики покупателей после пандемии? И третий вопрос, что могут сделать бренды и маркетологи, чтобы привлечь внимание нового покупателя? Как правило, в нейромаркетинговых исследованиях испытуемые взаимодействуют с различными стимулами, такими как цвет, текст, звуки. И интерпретируют биометрические измерения, такие как движение глаз, время отклика на стимул, частоту сердечных сокращений. Используют такие нейротехнологии, как электроэнцефалограмма, МЭК, ФМРТ. Технологические достижения в нейронауке, поддерживаемые обширным развитием программного обеспечения и компьютерной обработки, а также новыми, более портативными и удобными нейробиологическими устройствами, позволили отточить методы нейромаркетинга и развивать это направление. Функциональная магниторезонансная томография широко используется, поскольку она позволяет локализовать с превосходным пространственным разрешением активность областей мозга, задействованных во время экспериментальных задач. Функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия может обнаруживать метаболические изменения и использоваться для картирования областей коры головного мозга, связанных с текущими психологическими процессами. Электрическая активность коры головного мозга, электроэнцефалографии являются отличными инструментами для измерения временных паттернов нейронной активности, поскольку они обладают очень высоким временным разрешением, достигающим миллисекунд. Периферийные физиологические измерения включают множество инструментов, таких как частота сердечных сокращений, электродермальная активность, айтрекинг, глазодвигательные реакции, электромиографии лица. В период пандемии COVID-19 социальное дистанцирование, ношение масок, перчаток, дезинфекция рук и поверхностей стало новым условием жизни и ведения бизнеса и новым условием проведения нейромаркетинговых исследований. Как же отреагировали исследовательские нейромаркетинговые центры? Большинство из них прекратило свою деятельность. Например, Нильсон Консюма Нейросайенс, до сих пор являющийся крупнейшим в мире поставщиком услуг нейромаркетинга, закрыла все свои международные лаборатории. Общая численность персонала была сокращена на 80% в связи с закрытием офисов и консервацией оборудования, по словам президента компании Джо Вилки. Компания не смогла найти способ безопасно набирать и проводить исследования с испытуемыми, используя методы ЭЭГ, биометрию, айтрекинг. Надевание ЭЭГ-шапочек на испытуемых требует тесного взаимодействия с испытуемым и представляется небезопасным во время обязательного дистанцирования и требованием минимального контакта с посторонними в помещении. По словам Уилки, 2020 год начался с активного роста нейромаркетинговых исследований на 40% в годовом исчислении, а затем резко остановился, когда коронавирус охватил весь мир. Другое решение. Компания Нейрокэп предлагает использовать одноразовые шапочки ЭЭГ. Компания Гейс Рекодер предложила решение для удаленного видеотестирования при помощи онлайн-айтрекинга. Ряд мировых университетов – Елевский, Гарвард и другие – с помощью экспертов разработали руководство и протоколы по проведению ЭЭГ-исследований в новых условиях для снижения риска передачи COVID-19. В протоколах прописаны четкие шаги по взаимодействию с участниками исследований и с персоналом на всех этапах организации и проведения нейроисследований. Действительно, в пандемию COVID-19 нейромаркетинг серьезно пострадал из-за новой нормы социального дистанцирования. И ношение медицинской маски создает реальные проблемы для объективной регистрации параметров нейромаркетинга. Это касается всех методических аспектов изучения тонких эмоциональных реакций лица во время фокус-группы, регистрации ЭЭГ или айтрекинга в условиях лаборатории. Маски для лица изменяют нормальную звуковую артикуляцию, а маскировка мимики затрудняет понимание межличностного общения. Несмотря на то, что COVID-19 привел к значительным изменениям в привычках и поведении потребителей, появлении новых моделей поведения, при этом многие психологические изменения, их физиологические, нейрофизиологические корреляты, изучаемые лабораторными методами нейромаркетинга, не могут дистанцироваться от изучаемого поведения потребителя. ЭЭГ, айтрекинг, МЭК, ЭМГ и другие методы. В литературе мало обсуждается проблема сохранения объективизации объективных данных нейромаркетинга во время COVID-19. Мы придерживаемся такой точки зрения, что нейромаркетинг существенно утратит свою изначальную объективную научную ценность, если эффекты COVID-19 будут столь разрушительными для экспериментальных исследований в нейромаркетинге. Но позвольте поделиться нашим собственным опытом вне нейронаук. Мы предлагаем новую методологическую парадигму с возможностью реализации базовых стратегий нейромаркетинга. В условиях пандемии COVID-19, любой другой пандемии, можно проводить классические технологии нейромаркетинга и иные исследования маркетинга в условиях безопасного межличностного общения. Наша парадигма нейромаркетинга заключается в том, что необходимо использовать прозрачный защитный лицевой экран. Прозрачный защитный лицевый экран широко применяется в медицине, и их роль возросла во время пандемии COVID-19. Однако для нейромаркетинга они не нашли применения, скорее всего, из-за нормы социального дистанцирования и несовместимости с некоторыми физиологическими и нейрофизиологическими методиками нейромаркетинга, а также новыми средствами защиты дыхательных путей и конъюнктивы глаз, как основных путей проникновения COVID в дыхательные пути. Мы в ней нейронаук разработали и запатентовали защитную прозрачную маску экран, который успешно применяем в своей работе при проведении нейромаркетинговых исследований в условиях пандемии COVID-19. Маску мы используем, маску используют как наши ученые исследователи, так и испытуемые. Преимуществом маски является специальное крепление, которое не мешает одновременно использовать шлемы ЭГЭ, в отличие от масок экранов, которые крепятся на ушах или вокруг головы в виде обруча. Наши исследования показали, что данные айтрекинга по регистрации глазодвигательной реакции не отличаются в режиме в прозрачной маске и без маски. Также достоверно ведется распознавание лицевых эмоций. Проведение фокус-групп позволяет считывать эмоции лица и не страдает качество межличностного общения. Темой интерактивного диалога одной из фокус-групп была оценка функциональных свойств защитного прозрачного лицевого экрана как потребительского товара. Респонденты дали следующую субъективную оценку преимуществом экрана по сравнению с традиционной медицинской маской. Респонденты сказали, что экран удобнее, чем обычная медицинская маска, без завязок и не давит на уши. Стильный экран, вид на лицо и эмоции собеседника. Легкий, имеет удобное крепление, не ощущается на лице как что-то инородное. Общение естественное, как будто общаешься с человеком без маски. Средняя оценка функциональных свойств защитного прозрачного лицевого экрана по 5-бальной шкале составила 4,8 балла. Распознавание эмоций на лице собеседника набрало 5 баллов. Четкость визуального восприятия контента на экране компьютера 5 баллов. Комфорт для дыхания 4,9 балла. Хороший панорамный обзор 4,9 балла. Удобно разговаривать 4,8 балла. Удобство крепления экрана 4,8 балла. Удобно читать и писать 4,8 балла. Наш опыт мы перенесли с традиционных нейромаркетинговых установок на более крупное оборудование. В компании Neurotrend, город Москва, мы работали с программно-аппаратным комплексом нейробарометром в период пандемии COVID-19. Это комплекс, включающий в себя шлем ИЭГ на сухих электродах, концентратор биосигналов, биобраслет для измерения вегетативных реакций, айтрекинг. Достоинство комплекса заключается в одновременной регистрации данных у двух испытуемых и оперативное формирование отчета в течение двух часов. Команда Neurotrend, лаборатория Smart Lab провели пилотное исследование потребительского поведения в выборе готовых блюд в условиях COVID-19. Исследовательский вопрос. Влияет ли визуальное восприятие блюда в стиле домашнего и ресторанного приготовления на выбор блюда для личного заказа? Респондентам предъявлялось изображение блюд в формате домашнего и ресторанного приготовления. Мы регистрировали следующие данные на оборудование Neurotrend, данные активности главного мозга, трекинг взгляда, чистота сердечного ритма, кожно-гальванические реакции. Также был проведен опрос респондента. Благодаря возможностям оборудования Neurotrend мы смогли проводить исследования с несколькими респондентами одновременно. Это позволило в быстрые сроки собрать и ускорить обработку необходимых нам данных, не потеряв в качестве исследования. Полученные результаты показали, что тип кухни, ассоциируемый с домашней или ресторанной, не оказывает влияния на предпочтение блюд, оцененных с помощью нейромаркетинговых показателей, таких как вовлеченность, внимание, интерес, запоминаемость. Эмоциональная вовлеченность показывает одинаковую степень интенсивности эмоциональной реакции на ресторанную и домашнюю еду. Уровень внимания обеспечил одинаковую сфокусированность испытуемых на ресторанных и домашних блюдах. Показатель интереса позволяет зафиксировать равный уровень интеллектуально-эмоционального процесса, побуждающего к изучению предъявляемых стимулов. Прогноз запоминаемости также показывает неразличающуюся вероятность узнавания визуальных изображений, ассоциированных с ресторанной и домашней кухней. Это означает, что в актуальной ситуации обе кухни являются для испытуемых равноценными вариантами выбора, то есть потребители готовы употреблять блюда, ассоциативно связываемые посредством маркетинговых коммуникаций как с домашней, так и с ресторанной кухней. Можно предположить, что закрепленные пищевые предпочтения не подлежат быстрой трансформации в результате эпидемиологического давления. Домашняя еда, как и ресторанная, вызывает схожий когнитивно-аффективный ответ, предположительно обусловленный пищевыми привычками, которые могут быть реализованы с опорой на визуальные маркеры. Оба типа кухни, демонстрируемые через визуальные изображения, способны быть привлекательными в условиях пандемии COVID-19. И действительно, ресторанная еда, с одной стороны, связана с прямо неконтролируемыми потребительными условиями приготовления и ассоциируемая с опасным на сегодняшний момент процессом употребления пищи в условиях общепита. С другой стороны, это способ разнообразить питание и облегчить домашний труд. Домашнее употребление пищи связывается с узким кругом людей, семейным кругом лиц, объединенных родственными отношениями, что обеспечивает защиту от внешних рисков. И таким образом, на данный момент, потребители заинтересованы в получении преимуществ как домашней, так и ресторанной еды. Благодарим вас за внимание. Будем рады ответить на все интересующие вопросы. Наши контакты указаны на слайде. Здравствуйте. Меня зовут Ласевская Екатерина. Я директора по маркетингу Лаборатории Невесли. И сегодня я хочу рассказать вам, как регистрация электроэнцефалограммы и акулографии помогает нам в лаборатории повышать эффективность веб-сайтов на примере кейсов, которые мы реализовали у нас в лаборатории Смартслаб. Наша лаборатория создана на базе кафедры физиологии Самарского государственного медицинского университета и работает в тесном сотрудничестве с НИИ НЕРО наук Самарского государственного медицинского университета. Надо сказать, что исследования в области мозга начались в Самарском медицинском университете с момента создания кафедры еще в 1919 году. За долгие годы существования кафедры были накоплены массивные знания в этой области, которые в конечном итоге вылились в создание лаборатории нейроисследований. В нашей лаборатории работает уникальная команда экспертов, нейрофизиологи с кафедры физиологии Самарского медицинского университета, анализируют работу мозга, респондентов, психологи с кафедры психологии Самарского государственного университета, помогают анализировать поведение респондентов и потребителей. И маркетологи на основе уже собранных в ходе экспериментов данных помогают формировать рекомендации по повышению эффективности сайтов, рекламы и для роста продаж решения различных бизнес-задач наших заказчиков. Наша лаборатория работает на базе кафедры физиологии Самарского медицинского университета, входящего в топ-3 медицинских вузов страны и обладающего собственной масштабной научно-исследовательской базой клиниками мед. университета, которая ежегодно принимает более 300 тысяч пациентов различного профиля. Команда нашей лаборатории работает под руководством генерального директора Калсанова Артема, профессиональный управленец с богатым опытом работы и собственными бизнесами в сфере нейротехнологии и медицины. На научном руководителе нашей лаборатории выступает заведующий кафедрой физиологии и директор нейронаук Пятин Василий Федорович, работающий в сфере физиологии человека уже более 40 лет, являющийся признанным заслуженным ученым не только в нашей стране, но и в мире, опубликовавшим более 300 различных научных публикаций и имеющий более 8 различных патентов. Аналитическим отделом лаборатории руководит Зорина Светлана Валерьевна, психолог, заведующий кафедрой социальной психологии Самарского университета, является кандидатом психологических наук и имеет более 60 научных публикаций за 25 лет работы в сфере психологии. И вопросы маркетинга в лаборатории курирую я, Анасевская Екатерина. Более 16 лет я работаю в сфере управления маркетинговой рекламой, являюсь автором статей по направлению маркетинга, интернет-маркетинга, преподавателем по этим направлениям и экспертом в области маркетинга. Нейромаркетинговые исследования представляют собой новый вид исследований, которые используют нейротехнологии, помогающие измерить и понять реакцию потребителей на различные маркетинговые решения, и в том числе реакцию в момент взаимодействия с веб-сайтами. Нейроисследования дают нам возможность оценить восприятие интерфейса, эмоциональную реакцию пользователей на интерфейс, а также в моменты выполнения каких-либо задач, а также спрогнозировать возможные действия пользователей и ту информацию, которую они запоминают, воспринимают, а также когнитивную нагрузку, которую они испытывают в момент работы с конкретным сайтом. Существует на сегодняшний день огромное количество различных методов для анализа эффективности веб-сайтов. Это различные внешние щелчки, системы аналитики, такие как Яндекс.Метрика, Google Analytics, пиксели социальных сетей или веб-визор от Яндекса. Но у всех этих систем есть один существенный недостаток по сравнению с нейромаркетинговыми исследованиями. Эти системы позволяют анализировать только уже совершенные действия пользователей. Они помогают анализировать то, что сделали, как пользователи себя вели, и фактически не дают нам никакого понимания относительно причин этого поведения. Среди преимуществ нейромаркетинговых исследований по сравнению с традиционными методами можно выделить такие, как объективность и измеримость этих получаемых данных, поскольку в процессе нейромаркетингового исследования записываются, регистрируются нейробиологические показатели человека, то есть та информация, те показатели, которые пользователь, респондент обмануть никаким образом не может. Таким образом, используемые технологии в рамках нейроисследования выступают в некоторой степени детектором лжи, предоставляя исследователям точные данные о реакции потребителей в момент взаимодействия с сайтом. Регистрация реакции происходит именно в момент взаимодействия с сайтом, а не после, как это происходит обычно в ходе опросов или интервью. Дело в том, что к моменту уже интервью или опроса пользователь может забыть о каком-то своем опыте, о каком-то моменте взаимодействия или о каком-то элементе сайта, с которым он взаимодействовал и который оказал влияние на принятие решения. При помощи нейромаркетинговых исследований мы получаем доступ к бессознательной реакции, а не только к осознанным ответам потребителей. При помощи специального оборудования, которое мы используем в нашей лаборатории Smart Slab, и специального программного, зарегистрированного программного обеспечения мы получаем данные о том, какую эмоцию испытывает человек в каждый момент времени, какой знак эмоции и тип эмоций, испытываемый в этот момент. Нейроисследования дают нам понимание, что именно на сайте привлекает внимание, что запоминается. И сделать это мы можем при помощи комплексного анализа данных, таких как айтрекинг и электроэнцефалограмма, которые мы регистрируем в ходе всего нейромаркетингового исследования. Для проведения исследований мы используем такое оборудование, как электроэнцефалограф, который регистрирует активность головного мозга. И уже на основе интерпретации электроэнцефалограммы при помощи специальной методики технологии мы получаем данные о том, какие эмоции испытывает респондент в тот или иной момент времени в процессе взаимодействия с веб-сайтом. Важным элементом исследования веб-сайтов в нашей лаборатории является айтрекер, прибор, который фиксирует информацию о движении и взгляде человека, а также информацию о частоте морганий и изменении размера зрачка. Эти данные сопоставляются с электроэнцефалограммой, а также дополнительно с собираемыми нами данными биометрическими параметрами, такими как изменение частоты сердечных сокращений, козноглеванической реакции, записью видеокамеры, которая позволяет нам регистрировать изменения мимики, и поведения пользователя в момент взаимодействия с сайтом, ну и также программное обеспечение, которое помогает нам интерпретировать все эти данные. При оценке эффективности сайта важно анализировать такие аспекты, как структура сайта, то есть насколько она удобна пользователю, насколько легко воспринимает пользователь эту структуру, насколько легко он понимает, как устроен сайт, на который он попал. Второй момент – это последовательность возможных действий пользователя, насколько эти действия логичны, и насколько в конечном итоге эти действия приведут пользователя к желаемой создателям сайта цели. Еще одним элементом является заметность и интуитивность навигационных элементов сайта, и важный аспект при анализе эффективности сайта – это доступность и понятность представленной на нем информации. исследователю важно понимать, как пользователь идет по сайту, то есть как он учителяет свой путь по сайту, как элементы интерфейса и какие элементы интерфейса привлекают максимуму визуального внимания пользователя, заметны ли и хорошо ли заметны вообще в принципе навигационные элементы различной призывы к действию, то есть будут ли способствовать они в конечном итоге целевому действию нашего пользователя, где располагаются слепые зоны, те элементы, которые вне поля зрения большинства пользователей, а также ложные якоря, элементы, которые оттягивают у себя слишком много внимания, но не приближают нашего пользователя к целевому действию, к достижению цели на данном сайте, к совершению какой-либо конверсии. Важно понимать исследователям, где располагается точка потери интереса к сайту и вообще какие эмоции вызывает сайт в целом у потенциального потребителя, а также какие эмоции вызывают различные действия, не вызывают ли эти действия раздражения и так далее. И вот эти все данные в конечном итоге позволяют исследователю ответить на основной вопрос, как сделать сайт лучше и эффективнее. Теперь я хотела бы рассказать вам о кейсах нашей лаборатории, которые мы реализовали в рамках исследований именно веб-сайтов. Одним из важных кейсов в истории нашей лаборатории является опыт работы с компанией по производству деревянных конструкторов. У заказчика, который реализует свои конструкторы на сегодняшний день через большинство маркетплейсов и очень даже успешно, возникла такая проблема, что на сайте нашего заказчика наблюдалась достаточно низкая конверсия. А такие гипотезы, как низкий интерес к товару или непривлекательность продукции, мы откинули сразу, поскольку данная продукция очень хорошо продается на различных сайтах маркетплейсов и в офлайновых магазинах. А также на сайт наших заказчиков часто приходили пользователи именно по запросу с названием бренда «Купить конструктор Юнивуд». Еще один вариант гипотезы – это сложность в процессе оформления заказа или нестабильность работы самого сайта. Именно какие-то технические сбои тоже была в конечном итоге отброшена, потому что мы проанализировали доступные данные в Яндекс.Метрике и Google Analytics и пришли к выводу, что момент оформления заказа прерывается различными пользователями на различных этапах. Тогда мы предложили нашему заказчику проведение нейромаркетингового исследования с использованием электроэнцефалограммы, с регистрацией электроэнцефалограммы и айтрекинга. С чем было связано такое предложение? Дело в том, что конструкторы не являются товарами первой необходимости и важную роль в процессе покупки играют именно эмоциональные составляющие, то есть насколько эмоционально пользователь, потенциальный покупатель готов совершить заказ, завершить оформление заказа на сайте, насколько он доверяет этому сайту. Таким образом, методика исследования была юзабилити-исследования с использованием электроэнцефалограммы и с использованием айтрекинга. Исследование проводилось в лаборатории с привлечением респондентов, соответствующих целевой аудитории нашего заказчика. Респонденты, которые привлекались к исследованию, имели опыт оформления заказов на сайте интернет-магазина, а также были родителями детей в возрасте от 2 до 14 лет. Респондентам предлагалось выполнить определенные задачи на сайте и после выполнения этих задач, после знакомства с сайтом, изучения информации на нем, респонденты участвовали в интервью с психологом. После эксперимента, таким образом, мы получили достаточно длинные полуторачасовые видеозаписи электроэнцефалограммы и записи айтрекинга наших респондентов. Был проведен глубокий анализ полученных данных, сопоставление записей айтрекинга и электроэнцефалограмм. Также на основе всех собранных полученных данных были подготовлены рекомендации по внесению изменений на сайте. Какие данные нам удалось получить на основе анализа собранной информации? Дело в том, что при помощи анализа электроэнцефалограммы и сопоставления с данными айтрекинга мы поняли, что в момент посещения сайта и в момент изучения информации о различных конструкторах и о совершении заказа пользователи испытывают в некоторой степени раздражение, груз и испытывают массивную когнитивную нагрузку, которая превышает когнитивную нагрузку при работе с сайтами конкурентов. В ходе исследования мы сравнивали, насколько удобен сайт нашего клиента с сайтами конкурентов, предлагающими похожий тип продукции. Когда респонденты взаимодействовали с сайтом заказчика, мы поняли, что этот сайт вызывает не тот нежелаемый спектр эмоций у наших привлеченных респондентов. В итоге на основе анализа полученных данных мы подготовили рекомендации для нашего заказчика по изменению цветографических схем на сайте, по изменению элементов навигации и по изменению текстов описаний. После внедрения всех этих изменений на сайте нашим заказчикам удалось получить гораздо более высокие результаты в вопросе конверсии. Конверсия на сайте интернет-магазина после изменений выросла на 25%. При том же типе привлечения трафика, контекстная таргетированная реклама, как это было ранее. Вот сейчас на экране вы видите, каким образом выглядел сайт нашего заказчика. В левой части расположены скриншоты и каким образом выглядит сайт нашего заказчика вот уже после внедрения наших рекомендаций. В правой части экрана сейчас расположены скриншоты. Совершенно другой вид, совершенно другое оформление, которое дали в конечном итоге хороший результат нашему заказчику. Другой кейс по анализу эффективности сайта и по повышению эффективности сайта с использованием методов нейромаркетинга – это кейс, связанный с анализом нового разработанного сайта Клиник Самарского медицинского университета. У заказчика была очень серьезная проблема при разработке сайта, требовалось полное обновление дизайна, полное изменение дизайна. И одной из ключевых проблем была перегруженность колл-центра нашего заказчика. Заказчик очень хотел, чтобы основная часть записи на прием к специалистам осуществлялась непосредственно через сайт Клиник. Мы предложили заказчику анализ поведения потребителей с использованием нейротехнологий. В рамках исследования респонденты, соответствующие целевой аудитории нашего заказчика, должны были выполнить на сайте нашего клиента и сайтах конкурентов определенные задачи, а потом принимали участие в психологическом интервью с экспертами по результатам исследования. В рамках исследования были проанализированы сайты конкурентов нашего заказчика, а также прототип нового сайта нашего клиента. Респонденты – это были люди с возрастом от 25 до 55 лет, то есть потенциальные люди, которые могут воспользоваться медицинскими услугами клиник и с доходом, позволяющим заказать платные медицинские услуги. Исследователи в ходе анализа оценивали эмоциональную реакцию респондентов на основе электроэнцефалограммы и сопоставляли эти данные с полученными результатами окулографии. В итоге были проанализированы такие показатели, как эмоциональная реакция, степень когнитивной нагрузки, вовлечения в процесс взаимодействия с сайтом и сложность выполнения задач или легкость выполнения задач для респондентов. Анализировались особенности глазодвигательных реакций при выполнении отдельных задач в момент поиска информации по сайту. И вот мы сейчас можем наблюдать на скриншоте сайт-реккинга с тепловой картой, который представлен на экране, видно достаточно хаотичное движение взгляда при поиске информации по задаче, которая была поставлена респондентом. Вот на основе анализа таких акулограмм исследователи пришли к выводу о том, что информацию достаточно тяжело найти, она малозаметна и плохо структурирована для визуального восприятия пользователей. Помимо всего прочего, исследователями было зафиксировано сочетание с одной стороны такого беспорядочного визуального восприятия ресурса, а с другой стороны негативный эмоциональный фон, который испытывали респонденты в момент взаимодействия с сайтом. Выводы, которые в итоге мы сделали, предполагают, что проанализированный нами прототип сайта нашего клиента вызывает соответствующую эмоциональную реакцию в целом за исключением и реакцией раздражений. То есть в целом сайт воспринимался как, возможно, интересный, местами скучный, ну, в принципе, как сайт любого медицинского учреждения, на которое вы пришли для того, чтобы получить информацию о записи на прием стоимости медицинских услуг или получении различных вариантов медицинских анализов. Но в то же время на сайте присутствует неудобная навигация, присутствовало слишком скучное, однообразное цветовое решение, и были незаметны призывы к действию и основные навигационные элементы ресурса. На основе изученных данных мы сформировали рекомендации для нашего клиента, и после внедрения рекомендации, после запуска новой версии сайта, которая уже соответствовала предложенным рекомендациям, нашему клиенту удалось получить более низкое количество звонков и большее количество записей на прием непосредственно через сайт, снижение времени на процесс оформления заявки на прием, а также снижение времени на выполнение различных задач пользователями по сайту. Здесь вы можете видеть вариант первоначального сайта и вариант сайта, как он стал выглядеть после внедрения всех изменений. Сайт «После» расположен с правой стороны. Третьим кейсом, на котором я хотела бы остановиться, в рамках данного доклада является анализ работы сайта финансового агрегатора, предлагающего кредитные услуги. У заказчика наблюдалась достаточно низкая конверсия, несмотря на то, что сайт был выполнен, казалось бы, на основе всех принципов юзабилити, и тем не менее, по данным Яндекс.Метрики наблюдался очень высокий показатель отказов для трафика, который привлекался посредством контекстной рекламы или из органической поисковой выдачи. Таким образом, мы провели, рекомендовали нашему заказчику нейроанализ, провели исследование, юзабилити-тестирование с использованием двух типов айтрекинга, мобильных очков для анализа мобильной версии сайта на сотовом телефоне, и обычного стационарного айтрекинга для анализа сайта именно на компьютере, на десктопе. Помимо регистрации айтрекинга записывалась электроэнцефалограмма и сопоставлялись данные, полученные в момент взаимодействия с сайтом, в момент взаимодействия с конкретными элементами сайта и данные электроэнцефалограммы. В исследовании участвовали респонденты соответствующей целевой аудитории нашего клиента, и в ходе исследования мы смогли выявить, что практически все пользователи справлялись с поставленными задачами, то есть навигация на сайте на самом деле была достаточно логична и проста, но в то же время мы наблюдали негативную эмоциональную реакцию и достаточно низкое вовлечение в процесс взаимодействия с сайтом. Комплексный анализ айтрекинга и эмоциональной реакции посредством электроэнцефалограммы позволил нам сделать выводы о том, что сайт вызывает низкую степень доверия у потребителей и вызывает больше негативных реакций, чем позитивных. В итоге было установлено, что сайт агрегатора финансовых услуг воспринимался посетителями в первую очередь как сайт банка, небольшого банка, и фактически пользователи не были готовы заказывать какие-то услуги у столь малого и малоизвестного банка. С этим было связано в конечном итоге недоверие. То есть проведенное нами неремаркетинговое исследование позволило выявить в первую очередь ошибки в позиционировании ресурса. То, что навряд ли можно было бы оценить при помощи существующих стандартных методов веб-аналитике. Итак, выводы из сегодняшнего доклада. Существующие веб-сервисы фактически недостаточно на сегодняшний день для качественного анализа эффективности сайтов, поскольку они дают нам информацию только о тех действиях, которые совершили пользователи, не открывая истинных причин совершенных действий. Использование электроэнцефалограммы позволяет нам понять эмоции, которые испытывает пользователь в момент взаимодействия с сайтом, а также понять, насколько сложную когнитивную нагрузку он испытывает и насколько он вовлечен в процесс работы с ресурсом. Использование айтрекинга дает нам возможность посмотреть на сайт глазами нашего потенциального потребителя. Увидеть то, как он видит сайт, увидеть, как он следует по нему, как он воспринимает отдельные элементы навигации, какие моменты остаются вне внимания посетителя сайта, какие, наоборот, отвлекают его от выполнения ключевых действий и от совершения конверсии на нашем сайте. Комплексный анализ с использованием электроэнцефалограммы и айтрекинга позволяет нам понять, какие эмоции именно испытывает пользователь и какую когнитивную нагрузку в момент выполнения той или иной задачи, прочтения текста, прочтения призывов к действию, различных шагов на данном сайте. Вот эти все данные, которые мы получаем в рамках нейроисследований, в конечном итоге дополняются ценной информацией, полученной в ходе интервью и опросов, психологических интервью, для того, чтобы понять истинные причины действий, которые совершают пользователи на сайте. Спасибо за внимание. Никогда не забывайте, что возможности понимания вашей аудитории действительно безграничны. На стаде представлены контакты лаборатории нейроисследования СМАТСМА. Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию представляется доклад «Возможности айтрекинга в нейромаркетинговых исследованиях по оптимизации рекламных баннеров для наружной рекламы». Меня зовут Зорина Светлана Валерьевна. Айтрекинг является важным инструментом получения информации о восприятии стационарных рекламных материалов. Без специального инструмента, только при помощи субъективных методик, маркетологи, конечно, не могут получить всю точную информацию, например, о заметности или специфике, рассматривая различных зон визуальной сцены. Поэтому на данный момент времени активно изучается печатная реклама, телевизионная реклама, интернет-реклама. Например, в рамках восприятия интернет-рекламы изучается феномен баннерной слепоты, то, как запоминаются объявления в зависимости от паттерна указодвигательной активности, каким образом проявляются цели пользователя при рассматривании различных рекламных материалов. Тем не менее, несмотря на интерес к возможностям околографии, в рамках маркетинговых задач, в этой области отсутствуют системные рекомендации по оптимизации структуры баннера, особенно в зависимости от влияния ряда важных факторов. Например, окружение, содержание, контента, особенности целевой аудитории. Поэтому нейромаркетологи вынуждены каждый раз решать свои практические задачи, используя фрагментарные, отдельные какие-то материалы. Но это не всегда просто. И вот наш доклад как раз предназначен для того, чтобы обсудить результаты изучения восприятия рекламных баннеров с привлечением современных научных психологических концепций, для того, чтобы объяснить полученные результаты, их интерпретировать и сформулировать выводы, которые, возможно, можно будет использовать в дальнейшем. Вот первый баннер из тех, которые мы тестировали, представлен на слайде. И несмотря на то, что люди обладают огромным опытом восприятия визуальных материалов, вот так вот на глазок, не имея специального опыта изучения паттерновой глазодвигательной активности, на самом деле достаточно сложно определить приоритеты визуального внимания. Поэтому если спросить наивного испытуемого, на что прежде всего человек обратит внимание при рассматривании данного изображения, чаще всего дается такой ответ. Ответ «Квартира, забери 5 миллионов на шопинг». То есть испытуемые предполагают, что размеры, контрастность окажут влияние на восприятие этого материала. Это действительно очень важные факторы, но в данном случае ключевыми являются не они. Наше исследование показало, что просмотр данного изображения начинается с центрального элемента. Это вот в линеечку расположены группы лиц. И именно этому изображению уделяется очень много внимания. Затем, конечно же, испытуемые рассматривают яркие, крупные, контрастные элементы, к которым относится слово «квартира», к которым относится слово «забери». И меньше внимания уже уделяется зоне, в которой указана возможность получения 5 миллионов рублей на шопинг, содержащую дату мероприятия и в том числе и логотип. Как мы объясняем полученный результат? Лицо является очень важным социальным стимулом. Настолько важным, что существуют специализированные области головного мозга, которые помогают распознавать изображение лица. Кроме того, если испытуемые предложить фотографии очень плохого качества, то обычно люди с очень высокой степенью эффективности, во-первых, отличают лицо от нелица, а во-вторых, отличают знакомое лицо. Кроме того, на материале лиц был изучен очень известный феномен слепоты к изменениям. Этот феномен позволяет зафиксировать невозможность заметить заметный, то есть выделенный в поле зрения объект в результате кратковременного прерывания восприятия. Так вот, этот феномен слепоты к изменениям на материале лиц гораздо менее выражен, чем при восприятии других бытовых предметов, которые мы постоянно рассматриваем. Он говорит про то, что всё-таки мы гораздо больше внимания уделяем лиц. Но кроме того, существует большое количество работ, в частности работы Джонсона, про то, что младенцы с самого раннего возраста предпочитают смотреть на изображение лица или рисунок, который просто напоминает лицо. Следующий баннер устроен таким образом, что здесь есть чётко выделенная зона париотетного восприятия. Это треугольник с основанием верхней и средней части баннера. Углы этого треугольника, разные испытуемые, могут проходить по-разному, в разной последовательности. Но приоритетность самого треугольника сохраняется для всех испытуемых. Меньше внимания привлекает изображение руки с ключом и логотип, который здесь расположен в нижней правой зоне. За счёт чего формируется вот этот вот обязательный треугольник восприятия. Конечно, за счёт того, что в этом месте объединены высококонтрастные элементы. Действительно, в экспериментальной психологии, в психологии восприятия очень хорошо изучены возможности манипулировать заметностью, визуальной заметностью с помощью яркости и контраста. Этот эффект соответствует стратегии обработки информации снизу и вверх, когда восприятие определяется характеристиками стимула, а не установками мотивации или настроения испытуемого. В этом баннере на периферии зрительского внимания оказывается изображение руки с ключом. Рисунок становится вторичным элементом, который только иллюстрирует, несколько дополняет текстовое сообщение, при этом существенно не увеличивает его привлекательность. Логотип здесь расположен в нижнем правом углу. Следует отметить, что в целом эта зона очень часто посещается хуже, чем, например, центральная зона или зона верхней левого угла. Поэтому расположение логотипа здесь нельзя признать очень удачным. Если бы мы сдвинули логотип ближе вот к этому центральному, визуально заметному и обязательному для посещения треугольника, естественно, требуется переформатировать содержание этого треугольника, то мы могли бы решить сразу две задачи. Во-первых, мы увеличивали бы заметность логотипа, то есть заметность бренда. Во-вторых, мы позволили бы установить возможность связать логотип, организацию, бренд и акцию, которую они организовывают. В нашей практике был интересный случай, когда мы тестировали восприятие двух баннеров, которые различались между собой только практически одним, можно сказать, незначительным элементом. Это зоны, на которые размещено слово «квартира». В одном случае оно располагалось в левой части баннера, в другом случае оно располагалось в правой части баннера. Так вот, оказалось, если слово «квартира», контрастное слово, располагалось в левой части баннера, то оно уменьшало вероятность того, что глаз сместится дальше, в правую и нижнюю зону, где опять по традиции был расположен логотип. Таким образом, изменение расположения только одного элемента уже оказывает влияние на путь просмотра и на заметность разных зон, в том числе и очень важных зон, таких зон, которые связаны с брендом. Вот здесь представлен баннер, который показывает потенциальную возможность соединить в одно место информационный, смысловой и эстетический центр рекламного материала. Здесь вся информация и рисунок, в том числе, располагаются в центре, и все испытуемые просматривают все элементы этой информации, в том числе название организации, дату и рисунок, который иллюстрирует события. При этом и текст, и рисунок оказываются интегрированы. Хотя на самом деле в практике очень часто встречается несколько другой способ организации рекламного баннера, который состоит как бы из двух отдельных модулей. Это текстовое изображение и рисунок. И они как будто бы относительно независимы друг от друга. Райнер с авторами показали, что если зритель начинает рассматривать тот или иной компонент, то он часто рассматривает этот компонент в течение нескольких фиксаций подряд. То есть не характерно, чтобы человек посмотрел на одну часть баннера, сразу же перешел бы в другой, а потом бы вернулся в первую часть баннера. Это показывает, что если человек просматривает баннер в течение очень короткого промежутка времени, то его знакомство баннера может ограничиться восприятием только одной зоны. И вторая часть баннера останется им неувиденной. Это очень важная тема. Действительно, существуют отдельные работы, посвящены тому, как влияет именно соотношение текста и изображения на визуальное внимание. Например, в материале рекламной брошюры. А рекламная брошюра содержит очень много объявлений. Питер с автором показали, что прежде всего привлекают внимание объявления с большими изображениями, но не крупными текстовыми элементами. Однако, если зрители рассматривали одиночные рекламные объявления в журналах, то выяснилось, что здесь респонденты уделяют большее внимание образцам в зависимости от размера текста, а не изображения. Но, поскольку исследования единичны, отличаются использованными стимульными материалами, сопоставлять их результаты достаточно сложно, и поэтому достаточно сложно делать однозначный вывод. В нашей практике был такой рекламный баннер, который позволил зафиксировать наличие нескольких путей просмотра, то есть наличие различных групп респондентов, которые начинали и заканчивали просматривать этот баннер разным образом. Например, часть испытуемых начинали просматривать текстовый блок, затем делали несколько фиксаций на изображении, а потом возвращали к системному изучению текста. Некоторые испытуемые поступали иначе. Они начинали просмотр баннера с изображения, а потом уже переходили к той части, которая содержит текстовую информацию. И вот если бы заказчик решил, что какая-то часть баннера является для нее более важной, то можно было бы несколько изменить устройство этого баннера с тем, чтобы большая часть испытуемых просматривала его в нужной последовательности. И тогда даже в условиях дефицита времени можно было бы быть уверенным, что люди воспримут ту часть рекламного сообщения, которая является приоритетной для заказчика. Например, если бы было решено, что рисунок выполняет иллюстративную, второстепенную, дополнительную функцию. В этом случае его можно было бы, например, сделать менее контрастным. Размер изображения можно было бы тоже уменьшить. Это бы и как раз позволило заявить об том, что восприятие этого баннера является управляемым процессом. Также в нашей практике был очень интересный кейс, когда мы изучали восприятие рекламы медицинских услуг. На самом деле эта тема крайне мало изучена, очень мало научных исследований посвящена этой проблеме. Очень важно понять, как должен быть устроен баннер для того, чтобы не способствовать актуализации механизмов психологической защиты. А вот именно тема профилактики лечения онкологии, тема беспокоящая, тревожащая участников исследования, она как раз и приводит к тому, что механизмы психологической защиты могут быть в любой момент активированы. И, конечно, это помешает обработке информации. В данном случае мы видим баннер, который привлекает внимание. Посмотрите, пожалуйста, на фотографию сверху. Вы видите пример фиксации, сделанный одним из респондентов, который рассматривает именно этот баннер. Приоритет внимания определяется в данном случае особенным изображением. Это опять лицо, и это изображение, отличающееся от традиционного, от того, которое мы ожидаем увидеть в рекламе. Но когнитивная обработка и вообще восприятие информации не заканчивается только на стадии распознавания. Обязательно включаются эффективные процессы. И сейчас вот эти процессы называют также горячим познанием. Этот термин специально используется для того, чтобы подчеркнуть, что когниции и аффекты, они соединены в нашем восприятии. И опрос, который был проведен в исследовании, показал, что при восприятии этого баннера доминируют смешанные эмоции. Причем смешанные эмоции преимущественно отрицательного спектра. Сожаление, печаль, тревога. И остро не хватает положительных переживаний, которые могли бы уравновесить отрицательные переживания. В данном случае очень важно, чтобы у испытуемых была сформирована адекватная надежда на выздоровление. То есть они ожидают, что будет сформирована уверенность в положительном результате, а не переживание тревоги. Опрос показал, что, конечно же, эта тема вызывает достаточно сдержанное восприятие. Но тем не менее, очень многие участники исследований имеют опыт хотя бы в профилактике онкологических заболеваний. И поэтому понимают, что реклама таких услуг должна присутствовать. Она может встречаться в нашей повседневной жизни, когда, может быть, мы не готовы к ее восприятию. Но для того, чтобы ее увидеть, необходимо, чтобы она была, во-первых, информационной, информативной. То есть чтобы она содержала очень важную информацию, не была перегружена сложными медицинскими терминами. Может быть, рассказывала о каких-то новых методах лечения. И во-вторых, чтобы она, если можно так выразить, не принуждала к переживанию негативных эмоций. Прежде всего, печали и тревоги. Наши испытуемые подчеркнули, что они хотели бы, чтобы такой материал сформировал у них уверенность в завтрашнем дне и надежду на излечение. Ну и подводя итоги докладу, я хотела бы еще раз обратить внимание на то, что очень важно, чтобы структура баннера была хорошо организована, чтобы визуальная сцена отличалась простотой и ясностью. Тогда мы можем говорить о том, что мы можем выделить преобладающий путь просмотра. Как только визуальная зона усложняется, сразу же появляются разные варианты. Это затрудняет управление вниманием. Если баннер делится на две зоны, где изображения и текст не интегрированы между собой, важно все-таки решить, какая зона является приоритетной и используют соответствующие решения. Ну и очень полезно, когда коммерческая ценная информация располагается в привлекающей внимании зоны. И не полезно, когда привлекающая внимание зона содержит какую-то неценную с коммерческой точки зрения информацию. Размещение логотипа по остаточному принципу, то есть помещение его в место, где осталось какое-то свободное пространство, тоже нельзя признать достаточно эффективно. Это препятствует продвижению бренда. Во-первых. И во-вторых, это препятствует становлению связи между брендом и предложением. Лицо человека всегда получает приоритетное внимание по сравнению с другими стимулами. И если есть какая-то ситуация дефицита времени, то прежде всего будет распознаваться лицо человека, а не текст. Если это лицо выражает какое-то состояние эмоциональное, то, конечно же, опять же, часть ресурса будет затрачена на то, чтобы распознать это выражение, интерпретировать и понять его. Ну и если необходимо продвигать услуги, которые вызывают эмоциональную реакцию и, может быть, способны актуализировать защитные механизмы, очень важно соединять управление визуальным вниманием с очень тонкой настройкой на продуманный диапазон целевых состояний. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Good afternoon, dear colleagues. Welcome to the international conference Brain-Computer Interface Science and Practice 2021. I am very happy opening a section called Neurosociology and Social Brain. My name is Olga Maslova. I am PhD in Sociology, Head of the Neurosociology Laboratory of the Neurosciences Research Institute of Samara State Medical University. Today our section will host Neuroscientists from Italy and Russia. We will talk about brain-to-brain coupling, incorporation and competition, and application to workplace context, about empathy and neurosociology, the contributions of neuroscience to social analysis. We will also talk about the subject, methods, fundamental basic and methodology of neurosociology. And also we will discuss specific empirical studies connected with human social interactions and social processes. We are very happy to welcome the speaker from Italy, world-known social neuroscientist Michele Balconi, Professor of Psychophysiology and Cognitive Neuroscience, Director of International Research Center for Cognitive Applied Neuroscience, Head of Research Unit of Inaffective and Social Neuroscience, Catholic University of Milan, Italy. We are also happy to welcome scientists, neurosociologists, our colleagues from Italy, Dr. Vincenzo Aurema, PhD in Sociology, and Professor Gennaro Iorio, Head of the Department of Political and Social Studies, University of Salerno. And I myself will introduce to your attention a presentation about contemporary researches in neurosociology. I hope that our section will be very interesting and you will have a great pleasure listening to presentations. All questions you may send to the speakers and to the organizing committee. Welcome to the international conference Brain-Computer Interface, Science and Practice. Thank you. Good morning to everyone. I'm very happy to be here with you today. And thank you so much for the invitation to have this talk with you. Well, today we are going to talk about Exploring the Connected Brain by FNI's Human-to-Human hyperscanning application. And today we talk about the application of hyperscanning, paradigm to social neuroscience. So we need to move one step back to explain, to describe what is social neuroscience. We can consider social neuroscience as a sort of embodied neuroscience in a specific context. So with definition, description, this discipline can include the concept of interdisciplinarity of this field devoted to to understand how biological systems implement social processes and their behavior and to use a neuroscientific concept and a method and application technique to inform and to refine theories and models of social processes and social behavior. So this is a very complex discipline related to the embodied approach to explain our daily behavior. And we can study social neuroscience from different perspectives using different approaches and techniques. As you can see here, we can include four different approaches and methodological point of view. That is, we can use, for example, video analysis to describe one interaction, one face-to-face dynamics, for example, or we can use motion tracking methods. In this case, for example, we can study the joint action of movement, the daily condition where movement can be described or gesture, interaction, and so on. And thirdly, we can also use a sort of psychophysiological approach in the five psychophysiological measures and methods by acquiring a sort of neurophysiological data to describe the body reaction to social condition. And finally, we can include also the hyperscanning approach. and we will talk today about this specific approach. But in general, we have to consider what kind of processes can be analyzed when we talk about social neuroscience. We can apply social neuroscience to processes related to social cognition, for example, the ability of a human to describe the social thinking and the social perception and so on. We can also consider the affective behavior, the emotional concept, for example, the emotional construct. Thirdly, we can also analyze and consider human to human interaction or in some cases also the application to non-human interaction. Another important and core topic of social neuroscience is a joint action, the relationship between people when they come in relation and so we can call this specific condition the joint or interpersonal actions and so on. We have also other kinds of processes. Some examples, typical examples of these different fields in the case of affective behavior or in case of emotions we have study applied to face recognition emotional tuning the ability to tune to to synchronize with other people or also social synchronization this is a recent development of the emotional study emotional approach another typical field is the prosocial field the study of social behavior for example we have empathy the empathic behavior or in the other recent application we can study moral decision making or motivation the ability of human subject to support to care then we have another interesting field that is the cooperation or conflict distinction in this case a lot of study explored the simulation processes or the ability the human ability to regulate their intention or also in this case the possibility to create or join strategies in case of cooperation but we will consider the next part of the talk also in case of conflict we can talk about joint action and in this case we have a common concept underlying this field that is interpersonal tuning the ability the human ability to tune with other people as you can see in this slide we can consider two more actors becoming interaction and in this case we have a sort of interpersonal synergy the ability to develop to create to construct synergy from different perspectives from the behavioral perspective from the body perspective from the brain and we are interested in particular in the brain ability to develop interpersonal synergy but why we need this new perspective this new approach that we call hyperscanning for social neuroscience what is the reason to introduce this concept and use new mode new way to represent the interaction between people so we can summarize the development of the social neuroscience discipline in these three main stages so we can consider the first phase first stage considered as the older the most ancient approach to the discipline that is the first stage considered the intrapersonal brain activity in response to social cue so the first studies in the social neuroscience context consider the brain activity the brain response in case of social cue for example in response to face to the display of faces or emotional faces in the second stage we have sort of important change the intrapersonal brain activity during interpersonal interaction and this is a typical condition for example when we study mirror function the mirror ability of the brain to have empathic behavior for example or the so called theory of mind the ability to attribute mental state intentions to other people but we have also the third the younger stage the third stage of the development of the study in the social neuroscience discipline that is the interpersonal brain to brain coupling so we can consider this approach as a very new and interesting approach since we consider the interpersonal brain to brain coupling as a non-local emergent phenomenon that is different from the local activity of single brain or from the one more one brain response we have to consider the interpersonal brain to brain clapping as a sort of new gestalt a new way to consider to observe the human interaction and for this reason in this third stage we need we surely need the IP scanning approach and one example of the first of this one is the face processing and emotion analysis you can see here famous paper related to the ability to recognize the facial expression of emotion and as you can see for example we have the activation of the left amygdala in case of angry expression expression of angry in subject and in this case we have an increase of the amygdala activity when we have the conviction of more than a way observation of this phase we have also related to this first approach some critical points since when we use this approach we can consider social cognition only from the point of view of the server this is a good description of the effect the activation of brain in response to different social cognition but this is the point of view of the server not real dynamics so it remains largely unexplored how these identified brain regions make everyday online interaction this is the problem the real problem so we have no real time coordination of action the coordination of goals and intention so we have to consider that in contrast social interaction is a larger dynamic process which is about much more than observing and response to static image or social cue so this is the very crucial very central critical point of this approach so we need new perspective the so called interpersonal brain to brain coupling so when we interact with other people our brains and bodies are no longer isolated but immersed in an environment with other people in which we become a couple unit I describe this effect as a sort of gestalt effect so we have a continuous moment to moment mutual adaptation modification of our action and action about people so these interpersonal coupling across modalities appear crucial central in identifying mechanisms which are underlying continuous social interaction so we need to study the dynamic interaction processes and we can observe this sort of alignment of behavior of posture autonomic system the body system for example the synchronization of heart rate and so on and finally the neural rhythms for this reason the social neuroscience introduced this new experimental paradigms to explain the inter-brain direction and we today we will describe some example of application IP scanning to important dynamics social dynamics that is cooperation or conflict from one hand and from the other and we introduced a recent study conduced by my group of research that is the description of gesture of joint gesture during or daily interaction and IPER scanning is represented by these different figures these different applications you can observe for example the application to IPER scanning to social games for example in company to study the relationship between people professionals and so on or in the second case you can observe one of the first study that applied the IPER scanning approach that was with the EG in this case applied to pilot during their activity to study the joint action of brains of these two brains during their activity and I would like to underline also the recent application of this technique in relationship with the connectivity the interbrain connectivity analysis is an important approach statistical approach able to describe the interaction of two hormone brains as you can see in this figure and so just some short example of our recent study in this domain about interpersonal brain-to-brain coupling in social context in case of social task to introduce the first study that is a study about brain-to-brain coupling in case of competition and cooperation and I show you this specific experiment this is the task we submitted to the subject they had to select target stimulus between non-target based on four different options of shape and color and so they had to demonstrate to be able in a short time to distinct to separate target from non-target and to have a good performance but we change the explicit request to the experimental subject so we have different kind of instruction in one case we have the comparative instruction the subject tried to cooperate to synchronize their responses and this was related to sort of measures to evaluate the subject skills of teamwork this is a overt task of subject after each trial the subject received an evaluation of feedback the so-called social feedback they can receive high cooperative score or mean performance or low cooperative score so we change this feedback to better explore the effect of feedback social feedback in subjective performance but in this description of the experiment we will not go on with the distinction between the different kind of feedback in the other kind in the kind of competitive instruction the subject were told that they tried to perform better than their competitor and it was a measure of their proficiency skills their proficiency skills after each trial subject received an evaluation also in this case they received social feedback effect and also in this case we included three different conditions this experiment was multiple measures experiment we include EEG data acquisition FNIRS data and self-report data in this case we focus on the neuroimaging results and what kind of results we observed in cooperation or specific and higher increase of left dorsolateral prefrontal cortex this is an important result related to the effect of left part of the brain and this lateralization effect is very important since we know that left part or prefrontal cortex is mainly related to the positive emotional behavior so in this case we can underline considering both EEG and FNIRS effect the positive emotional effect of cooperation in comparison with competition to conclude to sum up and also to describe some future development possible future development we can consider first the social neuroscience as a discipline domain which needs for the hyperscanning approach in order to explain its assumptions and its models so social neuroscience need this new perspective to go on with the definition of new models and new point of view new perspective to describe the social phenomena the third and the second and third point are related to the second one to the usability of hyperscanning since social neuroscience supports usability the relevance of hyperscanning approach for go on with their future analysis and studies so we need very easy methods to be applied and used in daily context and third the higher level social context and multiple interactions need higher level of hyperscanning or hyperlinked so called hyperlinked analysis since we need to go on with improving the development of higher level point of observation higher level of hyperscanning application to describe the complexity of the world and the social interaction thank you so much for your attention good morning everyone I'm Vincent Sauriema PhD in sociology at the University of Salerno I currently carry out postdoctoral research at the same university and in collaboration with the department of medicine and sargey for social analysis post-covid emotionally of patients as sarget for intensive care I deal with neurosociology in particular my goal is to connect sociology with social neurosciences starting from a fundamental concept for humanity empathy this message of thanks also comes from professor Iorio director of the sociology department of the University of Salerno unable to attend for important and urgent academic commitment we are very happy to be here at this important conference and thank you very much for all being as event in this presentation empathy and neurosociology the contribution of neuroscience to social analysis I will try to depine the contribution that social neuroscience can make to sociology indeed inserting empathy into a theoretical discourse that is concerned with finding an answer to understand how it is at basis of human and social relationships is an intellectual commitment that on several occasion we have tried to push but to each space only in biological medical reflection in fact little has been considered of the glue that was at basis of the social sciences for which humanity presents itself as a social animal and as such its nature is to relate therefore keeping this aspect firmly in place in the present discourse we made use of a transdisciplinary approach to be applied to neurosoziology that is an approach that is not limited to recognizing interaction or reciprocity through specialized research but identify those links within a total system without a stable boundary between the disciplines themselves starting from two fundamental concepts such as wevers wevers person and schutz an following the starting point is an analysis of the reflection on the connection between empathy neuroscience and sociology starting from neuro phenomenology in this context empathy is considered more as understanding than as identification in sociology the concept of understanding as its milestone is wevers first and is precisely from this concept that all aspects have been analyzed up to empirical research trying to understand if there's element found applicative confirmation empathy is the ability to place on self in situation of another person or more precisely to immediately understand the emotional processes of the other the biological basis of empathy are widely studied but its multiple manifestations say that it has an anthropological cultural and historical dynamic corresponding to the different ways on enhancing it or actively managing it or following without destroying its instructional basis its development toward complex expressions questioning the importance of empathy for the individual and for his social life implies overcoming the idea that is an innate feeling or a celebrat automatism to emphasize in state how much it can be a relational competence also development developed thanks to social interaction empathy as its root in the original meaning of sympathy analyzed and depended by whom and only later with that of identification and understanding but true person and true influence concept depended by Weber in psychology however it has taken on the meaning of contact and finally it has been used by economists clinical psychologists and neuroscientists to refer to social evolution in nature the concept of first which is inextricably linked to the name of Max Weber is considered the key concept in his approach to the sociological method the term referred to systematic interactive processes although this translation is not exorcist in fact as highlighted in economy and society it did not seem divisible to attempt a rigorous use of a single English term every time a person is spoken although the term understanding is the most used however other expressions such as subjectively understandable interpretation in subjective and understanding of the other have been used from time to time depending on the context that seem to require the one greater than that other empathy like any interpretation of meaning like all scientific observation to so call it evidence so empathy as the means are for the realization of real innovation the term influence in Italian means empathy and specifically meaning it indicates what we generally call identification that is the ability to establish an emotional relationship with people things environment situation and animals we can analyze this term in two distinct languages but which is Greek empathy and a derivative of pathos and the German empathy which as we can see is formed by the prefix in which indicates inside the interior and by feeling the English feeling emotion should use this concept to argue that individuals make choice based on their unique biography and specific characteristics of the situation in which they operate and that this uniqueness must be considered it has almost never been true of combining the two concepts person and employee making the first continuation of the second and other way around always thinking of them as two separate entities the first seen as translation error the second seen as understanding of the other in this action to try to see them is a unicum it is appropriate to have discussion in our mirror neuron in 1995 Rizzolatti and his team demonstrated for the first time the presence in humans of a system of neurons very similar to that of the monkey the neural system was baptised with the name of mirror neurons or mirror system the discovery of the mirror system has substantially highlighted the physiological basis of learning by imitation and empathy as well as created new perspective for the studies of human language thus by mirror property we mean the property of neurons to respond in both in a certain type of behavior is performed in the first person when it is observed performed by other since the sense the discovery of mirror neuron it has been asked whether they could be the basis of imitation before continuing it is right to point out that this term as taken on averged over time a multiplicity of different meanings sometimes even contrasting ones depending on the area of research for this reason it is appropriate to narrow down the field of possible meaning identifying even at the cost of some inevitable simplification those that best capture the general machinism from this point of view it seems appropriate to distinguish two notions of imitation the first is the one we spread mostly among experimental psychologists it refers to the ability of an individual to replicate an act to belong to his motor heritage after reading it saved by others the second is a characteristic of pathology it presupposes that through observation an individual learn a new pattern of action is able to reproduce it in detail the better answer this question it is useful to introduce a new science neurosexiology according to sociologist Jonathan Turner neurosexology investigate how the human brain affected complex set of forces that drive human interaction in social organization and conversely how social processes affect neural function arguing that mirror neurons could also be a physical form integrated into our bodies and brain but that empathy allows us to put ourselves in the shoes of others identify with and understand the emotion only a cultural issue to transdisciplinary apply to neurosexiology we could try to learn and understand the cultural transformation truth interaction and untangle the mechanism underlining individual differences in empathy transdisciplinary disciplinarity differs from multidisciplinarity as well as from interdisciplinarity since it is located at a different level of communication it is not a question of a new discipline in the strict sense but of a new attitude a new intellectual cultural and operational approach to better clarify reality attention must be paid to the risk of reductionism and excessive semantics vagueness since the use of nomadic concepts however reaching potential requires great epistemological precaution in order not to produce the opposite effect to make the communication between the different areas of novelage the dangerous effect of the omnomadic concept has often been observed Rizzolatti in an interview related a few years ago for Repubblica Italian newspaper underlined our mirror neurons were able to deactivate it on the strength of this discovery they hypothesized that behind a purely biological element these neurons could be diffused through scientific procedure this very risky falling back into biological reductionism would mark the end of neuro sociology the fear of the transdisciplinarity between sociology and neuroscience lies entirely in those few jokes especially since the transdisciplinarity known in this science would only explain biological basis as three fundamental of empathy are not considered namely the emotional phase the cognitive phase and behavioral phase today in 2021 sociology is ready to take on a new discipline characterized by sociological cultural baggage and by the advancement of studies on mirror neurons however it must be borne in mind that only by maintaining a cultural concept translating the three previous phases will it be possible to analyze the meaning of the action because it is possible culturally and biological to identify with the behavior but it is not possible to understand the motivation that lead to certain response to action which depend solely on the symbolic meaning that individual give them of particularly importance we find to approach that Ardigo give to sociology almost as if he to discover your mirror neurons rather than the sociology of emotion as precursor of what denote and have replaced repeatedly hoped before namely to place the person at the center of a sociological discourse capable of considering in the source and goal of any scientific knowledge therefore the task of neurosociologists is to discover the brain model truth which one is inclined to his capacity for group organization and above all to explain through the empirical research not the reason for behavior but the social cultural interaction is derivation of every behavior and every type of action if group are supposed to be natural there is little neurology to explore therefore therefore that the attempt to be made to all of the achievement of this aim is to introduce a transdisciplinary approach to sociology giving the possibility to the other science to analyze which contribution can be useful and fruitful for sociology and the other way around only in this way will science be able to place the subject as its primary source and by influencing it the subject and allowing itself to be influenced by the subject we are living in a relatively demisling time of empathy with respect to our connection to the greater world it can be found all around us in our war crime inequality antisocial behavior and even in the sense of social consens within previously amagance cultural and society behavior of the mid-generation how we develop and use transhuman communication technology as a implication for our empathic future with erit concert scientists considering the ethical implication of their own technology or creating a friendly artificial intelligence with error it concern our ability to empathically communicate through new media or new body as the rate of technological change accelerates the problems surrounding empathy and their importance will only increase these topics not entirely new even if the technical analysis that will have to be applied must be new in fact empathy and technology have been linked for millennium today we are experiencing a new wave of social transformation that of the hyper connectedness of lives and individuals developing new simulacra of emotion new empathic comportment and new form of empathy one above all could be that at virtual application virtual word virtual avatar and synthesized voices such as those present in voice assistant neurosciology should move in this direction seeking all those elements capable of giving new scientific indication not only therefore the interpretation that empathy is giving today but also to whom this empathy is addressing the hope is that this field can be made transdisciplinary as necessary as it is necessary today but above all that this research does not fall into the attempt to identify the so call it theory of everything reducing men to only biology therefore starting from education from new technology from the virtual death is increasingly inserted into reality and from culture new implications can be had today the social structure has changed starting with the internet the internet of things and development of hyper connection for this reason empathy has become a relevant individual characteristic and only through social analysis will it be possible to understand its importance because empathy is and will always be the basis of human and social relationship and true neurosociology it will be possible to keep up with the social cultural and economic change we are going through thank you for your attention and for the opportunity that has been guaranteed to us hello my name is Lydia and I'm glad to be here even virtually thank you to everyone who listening thank you to organizers and let's start I want to speak today about an interesting topic about virtual reality as an instrument for qualitative sociology I'm a sociologist and also I worked in modern lab VR AR Russian company as a team leader of the instructional design department so I guess I can somehow compare my skills and I hope it will be useful for you let's start first thing I want to discuss is what is virtual reality then we briefly go through opportunities and specifically opportunities for research I want to tell some stuff about the place of virtual reality in whole sociology and specifically virtual reality as an instrument and I will end telling you about starting your own pilot study using virtual reality one thing that I want to start with it is important for the whole presentation VR is more than 3D as a lot of different cognitive research shows virtual reality is larger than a simple three dimensional world on a computer it changes the sense of space time individual abilities and interactions with objects and people so it's really important for us to understand that virtual reality is a whole new world for research and everyday understanding so what is this virtual reality in my mind and can be understood in three ways as a world representation of the real world or purely constructed something given us through device using VR goggles or VR systems and virtual reality as a condition about opportunities firstly it's authenticity and immersion virtual reality is the world around us real it tricks all of our senses we really believe in it and it's incredibly useful for the research size adequacy is rarely discussed feature but in my mind it's quite important because in virtual reality we can feel objects not only as real visual and audio objects but we can connect with it based on its size so I can feel if it's my size if it's too big or too small and it's really important specifically in social gym additional opportunities are wide analytics possibility of using digital humans to support or even conduct research and just fun it's still something new something with wow effect so it's really useful when we work with people children or we really need to find a lot of people for our research it's useful how it is usually used in social sciences and humanities I tried to find the most important closest topics for sociology for my own research there are some papers in psychology about fears emotional reactions embassies stereotypes sense of time and space there are different papers in linguistics about verbal and non-verbal signals and about usage of everyday local and specific language as you might know in usual language research you just see cards and you speak after it you might answer the question on a card just sitting near monitor and it looks like well yes I usually go home and so it's really not so realistic and that is why virtual reality with digital human gives incredible possibility for realistic performance of people in criminology virtual reality is used for research of criminal behavior and decision making research of participation or non participation in justice or preventing criminal behavior and moral behavior in connection with it and research of feeling of safety so let's begin to speak about sociology and virtual reality there are two basic branches in my mind like I don't know big clouds of different research firstly we can use virtual reality and we can understand how it works in virtual reality different types of interactions verbal or nonverbal signals new ritual using of virtual space and time stressful communication self representation and some other type of interaction for example Goffman studies are quite interesting for this type of technology of this type of mediation the second branch is study of presuppositions it's quite close to psychology it is about social stereotypes difference in interactions between different type of people or interactions with human and non-human actors speaking about Russia we have such type of research in here for example my beloved virtual reality lab in Moscow University of Social and Economic Studies Maria and Nils use multi-modal interaction analysis for studying micro interactions in social virtual reality platforms and games for example here can see a picture from the game Arizona sunshine they studied how people decide how they create a specific signaling system in the game with incredibly limited communication possibilities it's quite interesting for sociology to understand how in narrow frames you can behave your typical interactions and how people can succeed in social goals but my personal interest in virtual reality in connection with sociology is understanding how it can be used as an instrument not for understanding specific kind of social interaction inside virtual reality but how VR can be used as a thing as basic tool to understand how people behave in normal life there are two main research papers I want to tell you about first is about perception of the new space researcher from Australia compared to three different types of methods to understand which is better for research of new hospital perception she used traditional method of photo elicitation walk-along interview and VR interview I guess we can call it also virtual reality elicitation because it's more or less close to photo elicitation with some technical differences she wrote that at the end virtual reality interview was not as rich as work-along interview but it was easier it was not as rich even as photo elicitation but people understood space better so using of virtual reality gives us this space authenticity and understanding how different parts of the space how different rooms connected one to another and in my mind it can be very useful if we study not only filling of new space but also different users or I don't know students passes in this space the second paper is about habitus and practices researchers studied libraries and its visitors basically they had a problem after libraries renovation different people especially people with low educational status stopped to go to libraries so they wanted to understand what's happened what's what's wrong with new comfortable renovated libraries they made photos of new and old and different types of libraries and show and have shown it to people possible visitors to compare understanding of the same space between different social groups they wanted to compare if it's a problem of space or it's a problem of people who work in these spaces here is quite interesting way to connect traditional social theory from Bourdieu and modern method which is quite well connected and quite well established from the theory so it's a good next step from the previous photo elicitation method so let's mention main opportunities and difficulties of this method it creates high interest of people space consistence sense of immersion and this type of research is really easy to scale if you use structured interview it's easy to send goals to another region with photos and just have more people participate in research about difficulties firstly it's digital competitive problem not all of us really like using technology and not even can but like so some people just won't be interested in participating in our type of research and technology can play as an interrupter firstly because people need to pay attention to technology itself how to use it how to do something inside virtual reality but secondly it will lose eye contact it's really important I know it as a qualitative researcher to have a good connection with someone when you speak about especially about sensitive topic and it might be a bit difficult to have a connection when you don't have eye contact and you interrupt it with using of this technology when you put goggles on and off or even if you speak when someone is inside virtual reality so there are some difficult around it and we need to think about it during our research but one more thing about opportunities I told you virtual reality is a fun thing so there is a good opportunity of data collection using living lab for example you can make a living lab on science festival or even usual city festival to collect data with fun and people usually want to participate in such activities so it's really nice to have such instruments to be connected with people about additional data and analysis virtual reality gives us an opportunity to count movements to track movements reactions some types of goggles has eye tracking so we can have heat map of attention and using additional instruments or specific type of goggles we can have biometric and eye tracking data sometimes it also can be useful I didn't use it for sociology but it was quite useful in my psychological research about topics we can use virtual reality as an instrument for visual studies as you saw in the presented examples we can use it for biographical interview for Garfinkel experiments as you remember what it is for conversational analysis as you saw it on example provided by maria and meals about Arizona sunshine of course and we can use it for interviews with disabled people goggles are really easy to take with so we can make an interview in house and speak about different places different times we can make interviews with old people and use virtual reality as a marker for remembering I guess it might be very interesting to try it and briefly really briefly about my own idea I want to use virtual reality in the sociology of science it's my actually it's my main area I'm interested in understanding how space organization connected with experimental and scientific process and I want to use virtual reality to understand to compare feelings and understandings of open and closed labs flexible working spaces different meeting rooms and informal places and understand if it's really important for scientists is it really good to make incredibly new open spaces made by modern corporations or scientists need traditions and really traditional spaces I guess it's it might be useful to have virtual reality as one of the instruments at the end just some words about how to start a pilot study you just need a camera VR goggles and software to make the whole video or photo connections VR headset is easy to use it's quite cheap for example it's Oculus Quest 2 and now it costs $300 so anyone can buy it I guess being in a research organization you need a simple camera and sometimes you need a specific camera for first view shooting like in this paper about criminal behavior and decision making I guess that's all I just wanted to take some to make some points some useful to give you some useful information about possibilities of virtual reality in social research specifically as an instrument I'm so sorry for my bad late night English thank you for your attention any questions good morning my name is Natalia Romanchuk and I'm a leading specialist of the neurosesiology lab in Samara Neuroscience Research Institute today I would like to present a report called modulation of human cognitive functions and stress resistance by stimulating photoreceptors of the circadian system and first let's talk about organization and functioning of the human circadian system there are more than 300 functions of the human body which naturally change during the day endogenous circadian rhythms are observed in a variety of physiological processes in the human body from behavioral reactions sleep wakefulness cycle to hormone secretion cycles changes in temperature and pain sensitivity cognitive functions circadian system has been shown to be involved in the daily variation of almost every physiological and psychological system evaluated so far even in responses to pharmacological treatment mammals including humans in the process of evolution acquired the ability to adapt their endogenous physiological and behavioral rhythms in accordance with the 24 hour cycle of light and dark these responses are realized due to the neural pathways coming from melanopsin containing retinal ganglion cells these cells are photoreceptors of the circadian system their axons form the monosynaptic retina hypothalamic tract which projects directly to the suprachiasmatic nuclei and transmit to it information about the change in environmental illumination due to which a cycle change occurs in activity of biochemical reactions and physiological process of the body during the day melanopsin containing retinal ganglion cells have maximum sensitivity to light waves with a length around 480 nanometers the suprachiasmatic nuclei of the anterior hypothalamus serve as the central biological clock that synchronizes the perithural clocks clock genes and proteins which are present in almost every tissue and organ liver kidneys heart blood vessels gastrointestinal tract skeletal muscles the suprachiasmatic nuclei have an intrinsic period that slightly deviates from 24 hours and therefore it must be synchronized and trained with the 24 hour cycle of light and dark changes in the environment due to the light detection by melanopsin containing retinal ganglion cells the phase shift of the circadian rhythm in response to light stimulation depends on the strength of the stimulus and the time of the light exposure contemporary humans spend most of their time indoors with the very low levels of natural light and with artificial light sources during both day and night light 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 been proposed to be necessary for circadian entrainment in humans however this level of lighting is not available in most offices and industrial areas working indoors during the day implies light intensities of 40 to 100 times lower than being outdoors and in winter even natural sunlight does not create sufficient illumination to adequate activation of the circadian system unlike our ancestors who lived in natural environments the most recent generations of people residing in developed countries have self-selected light dark cycle the main differences between these two lifestyles with regard to light exposure are progressive decrease in light intensity and regularity also a modification in light timing with delayed and reduced exposure during the day and increased light at night in addition many people shift their sleep wake schedule during the work week and weekends by several hours it leads to social jet lag the internet smartphones email television also contribute to late bedtime and in addition expose a person to LED screens that suppress melatonin secretion and disrupt sleep such changes in illumination are the reason why most people in modern society suffer from chrono disruption also in certain circumstances a person is especially susceptible to chrono disruptive lighting such situations include shift work the syndrome of change in time zone called jet lag and available evidence suggests that saccadean system is disrupted during for example the polar winter mainly due to insufficient bright light unfavorable changes in illuminations are the reason why the most people in modern society suffer from the desynchronization of circadian rhythms which disrupt an adaptation to the external environment circadian disturbance is a part of the pathogenesis of a wide range of diseases such as insomnia depression bipolar disorder anxiety disorder cardiovascular disease type 2 diabetes obesity malignant tumors osteoporosis cognitive impairment neurodegenerative disorders including S.Gamer disease Parkinson's disease for example in bipolar disorder polymorphisms in circadian genes have been found also circadian rhythm abnormalities are reported in Alzheimer's disease patients even in the early stage of the disease and they include a delayed phase of the temperature rhythm sundowning the reduction of melatonin levels during the night circadian expression profile of clogged genes sleep disturbances are reported also in about 80% of Parkinson's disease patients they have abnormal melatonin rhythm abnormal rest activity rhythm abnormal blood pressure and heart rate rhythm such as reversal of circadian blood pressure rhythm and loss of circadian heart rate variability they have abnormal temperature and cortisol rhythm abnormal clock gene rhythmicity in peripheral blood cells circadian system is an independent risk factor for cancer it is involved in control of cell proliferation the DNA damage response cell was senescence and the inflammatory response in addition to metabolic homeostasis since the circadian oscillator is involved in the main cellular pathways of cell division its disturbances can lead to disturbances in the control of the cell cycle which is associated with the emergence and accelerated growth of the malignant tumor the human circadian clock undergoes a number of age related changes during aging which are manifested by the following features significant decrease in amplitude of circadian rhythms in suprachiasmatic neurons loss of synchronicity of interneuronal interactions decrease circadian amplitude and average daily melatonin production reduction in circadian rhythm amplitude of multiple physiological processes and loss of their face stability the inability of organs and tissues to fully perceive incoming information and generate on its basis the circadian rhythm of the corresponding functions makes the most important role in the development of age related desynchronosis pathology pathologies pathologies to age related pathology thereby suggesting a functional link between the circadian clock and age related decline in brain function it it is important to emphasize that pathologies associated with disturbances in circadian rhythms have not only medical and psychological but also social and economic consequences for example deterioration in quality of human social interaction increase in health care costs decrease in the work capacity and work efficiency of employees and reduced level of their income disability and decreased overall life expectancy Sciences from Samara State Medical University have been studying mechanism of regulation of circadian rhythms for a long time and Professor Vasily Pyatin invented a device for functional control of the human circadian clock called Blue Sky Pro This device is made in the form of a narrow accurate carrier which has the shape of a glass frame The luminous flux emitter of the device consists of blue light LEDs and light filters that transmit only the blue light spectrum with a wavelength of 480 nanometers During the last several years our department carried out a lot of experimental works devoted to circadian rhythms control through an adequate light stimulation of melanopsin containing retinal ganglion cells using the aforementioned device I would like to tell you about the last two research projects The aim of the first study was to assess the effect of the circadian photoreceptor stimulation on neurophysiological correlates of conscious and unconscious cognitive human brain activity The study involved 10 healthy right-handed volunteers aged 18-19 years The study included four series of experiments The first series of experiments comprised two EEG recordings each eight minutes long in the early morning hours It was EEG registration during resting state in virtual reality and EEG registration during resting state in virtual reality while wearing BlueSky Pro device The second series of experiments comprised similar EEG recordings but EEG registrations was during calculations of targeted visual stimuli in virtual reality or during calculation of targeted visual stimuli in VR while wearing BlueSky Pro device The third and the fourth series had the same design but experiments were carried out in the evening hours Auditory and visual stimuli in virtual reality were presented in the oddball paradigm and monopolar registration of EEG was performed simultaneously over 64 electrodes The periods of registration from 6 a.m. till 10 a.m. and from 4 p.m. till 6 p.m. was chosen because during these periods of the day sunlight reaching the earth surface contains a spectrum of blue light to which the circadian photoreceptors have maximum sensitivity At other times of the day this spectrum of sunlight is scattered in the atmosphere and does not participate in the natural control of the circadian system Now let's look at the results of the study We have obtained new data on the control of the unconscious and conscious cognitive activity by the circadian system Mismatch negativity was analyzed as a correlate of involuntary attention Mismatch negativity is an event related potential component which is the brain response to a deviant stimulus in a sequence of repetitive standard stimuli Mismatch negativity is considered to be an electrophysiological correlate of involuntary attention And we revealed that light exposure to the retina with a light wavelength of 480 nm causes a decrease in the mismatch negativity latency on stimuli in virtual reality in the early evening for visual stimuli it happens in the central parietal areas of the cerebral cortex and for auditory stimuli it was absorbed in the parietal temporal brain areas bilaterally it can be regarded as an increase in the speed of unconscious processing of multimodal information We also analyzed P300 wave as a correlate of conscious cognitive brain activity P300 is an event-related potential component which is an electropositive wave that occurs when a subject consciously detects a visual or auditory stimulus in the context of a behavioral task The elicitation of P300 reflects such cognitive processes as stimulus recognition and differentiation decision making storage and recall of information from memory stimulus evaluation categorization and preparation for a behavioral response And we found that light exposure in the spectrum of the circadian receptor's maximum sensitivity causes a decrease in P300 latency to the target visual stimuli of the virtual environment in the left parietal area of cerebral cortex in the early morning These findings indicate the increase in the conscious differentiation rate of visual stimuli and decision making speed during activation of menolapsine containing retinal ganglion cells Another study had the aim to investigate the dynamics of attention parameters and vegetative responses in humans during the short-term light exposure of the retina in the spectrum of circadian receptors maximum sensitivity Participants were divided into two groups Experimental group included 17 females with high level of anxiety according to the state rate anxiety inventory and control group included 15 females with low level of anxiety In the experimental group we registered the heart rate variability for five minutes in the resting state then for five minutes during the performance of modified dot cancellation test called Enfimov's letter table then during the first five minutes and the last five minutes of 20 minute long BlueSky Pro session in the resting state and final heart rate variability registration was made while performing the Enfimov letter table after BlueSky Pro session In the control group we recorded the heart rate variability during five minutes in the rest state and after that while participants were performing the Enfimov's letter table Comparison of heart rate variability in the experimental group during performing Enfimov's letter table before and after BlueSky Pro session revealed statistically significant decrease in heart rate sympathetic index and stress index we also observed significant decrease of heart rate and spectral power of heart rate fluctuations in the high frequency band in the experimental group during the first five minutes of BlueSky Pro session in comparison with the resting state Comparison of the Enfimov's letter table performance parameters in the experimental group after BlueSky Pro session and before this session shows statistically significant changes after the session for example increase in the speed of attention increase in the work accuracy increase in the coefficient of mental productivity and mental performance increase in concentration of attention increase in the volume of visual information and increase in the speed of processing visual information in the in the experimental group the indexes of work accuracy the coefficients of mental performance and concentration of attention were significantly higher after BlueSky Pro session compared to the control group you can see changes of these indexes on the slide in the table Thus light stimulation of the circadian system receptors in the spectral of their maximum sensitivity activates both the mechanisms of involuntary attention and the mechanisms of conscious differentiation of visual stimuli and decision making the effect of melanopsin containing ganglion cells activation on the unconscious cognitive activity is manifested in the early evening while the impact of such stimulation on the conscious assessment of stimuli is found only in the early morning hours The positive effect of stimulating the circadian system receptors on mental performance persists directly after the end of the light exposure and manifests itself in the improvement of such parameters as concentration of attention accuracy work and the speed of information processing Adequate short-term stimulation of melanopsin containing retinal ganglion cells reduces the influence of sympathetic nervous system during the first five minutes of the light exposure it it also leads to the activation of the parasympathetic nervous system after the end of stimulation and accordingly and decrease in the stress level during the subsequent performance of mental tasks which require attention this result indicate an important physiological role of the human circadian system in modulating their autonomic functions and psycho-emotional state as well as cognitive performance the research findings have broad prospects for further scientific and practical application first the result of the study are currently used to develop a non-drug method for prevention and treatment of sleep disorders depression anxiety endocrine and cardiovascular diseases cognitive impairments using BlueSky Pro device will allow to carry out the prevention of circadian disorders among night shift workers residents of the Arctic Circle military personnel on submarines astronauts during space flights or employees in industrial buildings with artificial lighting the proposed methods can form a part of the integrated life extension program due to the fact that the BlueSky Pro device will allow each person to carry out functional control of his biological rhythms individually under adverse external light conditions the device also can be used for preparation of travelers for crossing multiple time zones to prevent jet lag syndrome based on the discovered mechanism we are also developing now the program for increasing speed efficiency of learning rising and mental work productivity if you have any questions you can contact me by the email thank you for your attention to please subscribe I want to introduce a video компьютерных игр в эмпирическое социологическое исследование. И начать хочу с объяснения, почему использую понятие компьютерной игры, а не видеоигры. Это обусловлено тем, что, когда мы говорим компьютерные игры, мы подчёркиваем факт, что игры сегодня стали программами, что в основании них лежит двоичный код, и тем самым эти произведения имеют некоторый новый набор допустимостей, то есть всё-таки компьютерные, а не видеоигры. Но и понятие видеоигры более широкое, поскольку ещё до цифровизации были аркадные игры с экранами, но запускались они механически, опускаемой монеткой, без всякой цифровизации. Итак, что происходит и как возможно интегрировать, использовать потенциал этого интересного медиума компьютерной игры. Вообще, с 60-х, 70-х годов XX века в бихот исследователей и IT-специалистов входит понятие серьёзных игр. Адептам и популяризаторам и человекам, с чьим именем связывают сам термин серьёзные игры, считают Кларка Эпта, который горячо отстаивал идею о возможностях на первом плане в игровом процессе ставить цель тренинга, цель обучения каким-то полезным, важным навыкам, тем самым развлекательное игровое начало в таких играх, которые он называл серьёзными, должно было быть сопутствующим, стоять и на первом плане. И вот серьёзные игры в 60-е и 70-е годы прежде всего стали интегрироваться в образовательные практики как детей, так и взрослых. Но и долгое время именно сфера образования была лидером по интеграции игрового потенциала, в том числе компьютерных игр, в свою деятельность, в свою повседневность. Но одно из новых полей, где сегодня намечаются и происходят вот эти инновации по обмену задачами и инструментами игрового и неигрового, таким полем является сегодня поле научных исследований. И в общем, не социальные исследователи, не социологи, а как раз физики, астрономы, биологи стали лидерами использования возможностей игровых оболочек для организации своих, можно сказать, лабораторий исследовательских. То есть сегодня вот под этой шапкой серьёзных игр развиваются в том числе и игры для целей исследовательской практики. У нас с окном 21 год, и вот к сегодняшнему моменту в практиках серьёзных научных игр развиваются, наверное, и более известны гражданские научные игры, организованные по принципу аутсорсинга, когда заинтересованы в привлечении волонтёров для разных таких рутинных лабораторных процессов исследователи создают некоторую игровую оболочку и в качестве приложений каждый заинтересованный волонтёр может поиграть, а именно систематизировать какие-то данные, попробовать дополнить нарушенные, стёртые старые тексты, ну то есть исполнить ту из многочисленных повседневных практик, в которых нуждается биолог, физик, филолог, историк. И вот это направление как раз и называют гражданскими научными играми, поскольку наука в таких проектах выходит за рамки лабораторных стен, выходит за лабораторные стены и происходит некоторое объединение. Такое явление, которое часто называют наукой на коленке, но в этом есть не только снижение градуса научности, а скорее игровая оболочка даёт возможность тем, кто не может по разным причинам влиться в лабораторную жизнь. И как раз игровая оболочка даёт возможность приобщиться и почувствовать себя в статусе исследователя и, возможно, как раз быть полезным и что-то небольшое, но предложить, открыть, помочь для научной лаборатории. Наконец, есть среди разработок социальных учёных, социальных аналитиков, так называемые гимнифицированные опросы, потребность которых есть не только у социологов, но и у управленцев, маркетологов, политологов, то есть всех тех, кто пытается ангажировать респондентов для сбора, для опросов, для сбора данных и информации для текущих, опять же, лабораторных исследовательских нужд. И да, сегодня есть вот такое направление, когда опросный инструментарий обликается в визуальную форму и задания строятся как игровые испытания, и тем самым сама форма и интеракция с респондентом принимает более зажигательный, скажем так, характер и мотивирует пройти опрос. И, наконец, в практике социальных исследователей появляются такие более глобальные попытки встать на рельсы игры. И вот именно эти продукты, именно эти произведения называют исследовательскими играми, когда создаётся некоторый игровой мир, в котором возможно собирать данные, делать метрики для дальнейшего анализа в исследовательском коллективе. Но вот в качестве примеров таких исследовательских игр их, на мой взгляд, меньше, гораздо, чем гражданских научных проектов и гемифицированных опросных инструментов, исследовательские игры только-только проектируются, и эти кейсы, в общем, можно перечислить, посчитать по пальцам. Вот в текстах, опубликованных на русском языке, есть работа, посвящённая разработке названий, которые вы видите на слайде. Это Бетти Адамо, британский гейм-дизайнер, которая участвовала и, в общем, руководила проектом по созданию однопользовательской игры, которая бы проверяла отношение к цифровым средствам идентификации личности. Проект реализовывался в 2013-2014 годах и о том, как это происходило, какие результаты, проблемы были в ходе этого процесса. Есть информация, естественно, и на английском, но есть и на русском языке перевод статьи гейм-разработчика Бетти Адамо. Наконец, вот несколько по-иному действовали социальные психологи из американской психологической лаборатории, которые изучали буллинг, кибербуллинг, и они создали совместно с гейм-дизайнерами многопользовательскую компьютерную игру, где играющие команды демонстрировали способы групповой динамики внутри своих коллективов, внутри своих команд, и психологи наблюдали вективных личностей, и как реакция группы на буллинг может способствовать его идентификации, либо, наоборот, стопорить и сводить на нет вот эту травлю вективных личностей. То есть это была многопользовательская игра, в которой шло полноценное наблюдение, как в некотором симуляционном мире. И можно тоже прочитать, вот вы видите ссылку на публикацию об этом проекте. Таким образом, социальные учёные, социологи в том числе, предпринимают сегодня попытки, чтобы адаптировать игровую компьютерную среду для решения исследовательских задач, но это действительно очень непростой путь, поскольку игровая процедура предполагает удовольствие, вымысел, соревнования, а исследовательская процедура часто предполагает следование таким рутинным действиям, часто повторяемым рутинным действиям, и отнюдь язык общения с респондентом или информантом не склонен к фантазийности, к использованию метафоры. Наоборот, однозначность ценится для того, чтобы можно было интерпретировать данные. То есть путь сближения игрового и исследовательского, он очень непрост. Отдавая себе, а может быть и не совсем отдавая себе в этом отчёт, в 2020 году в рамках проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований, я и мои коллеги приступили к вот этой попытке разработать исследовательскую компьютерную игру. Наш проект вот решал прежде всего задачу протестировать, как вот можно пойти на сближение социолога-эмпирика и человека играющего. размышляя вот о разработке игры, мы думали о том, что нам надо использовать какой-то отработанный метод, который хорошо бы себя зарекомендовал с тем, чтобы по поводу вот этой методики измерительной не было у нас возможности набивать какие-то дополнительные шишки, чтобы хотя бы в плане социологической методики было всё прозрачно и ясно, чтобы экспериментировать прежде всего с игровым, а не с измерительным. И мы остановились на шкале Багардуса, на шкале исследования, изучения социальной дистанции. И действительно это в общем столетняя уже методика практически. Периодически к ней обращаются разные авторы, есть публикации, есть в общем очень хорошо опробированная шкала. И вот взяв за основу шкалу Багардуса, мы пытались разработать некоторую исследовательскую игру, где был бы свой игровой нарратив, была своя игровая визуальность. И вот вы сейчас видите такие выдержки из нашего сценария. Мы решили, что это будет игра в жанре визуальной новеллы, где есть последовательность прохождения некоторых ситуаций, житейских игр, мы назвали «Большой мир». И история, которая рассказывается в нашей новелле, это приезд первокурсника в большой столичный город, где он в разных ситуациях учебы или коммуникации в городе, сталкивается с представителями различных национальных групп, и в общем дистанция к этим представителям других национальностей как раз и должна измеряться заложенной в сценарии шкалой Багардуса. Как Багардусу у нас семь тематических ситуаций или игровых уровней, где герой должен последовательно ответить на вопросы, очутившись в некоторой ситуации, например, в встрече в аэропорту, где также есть прилетевшие представители других национальностей, вот наш главный герой протагонист игрока должен решить пустить ли в страну, либо вообще не пустить в страну, либо все-таки пустить в качестве туриста, либо в качестве не просто туриста, но человека, гражданина, который будет жить в стране, ну и так далее, по шкале богатлоса. Вот заканчивается у нас наша новелла тем, что сестра героя хотела бы встречаться и выйти замуж за иностранца, и вот пять представителей различных национальностей наш герой должен решить, принимает ли он их в качестве самой близкой дистанции в свою семью. То есть вот шаг шагом сейчас вы видите персонажа Максима Савельева, его мимика принимает три варианта выражения от такого нахмуренного лица, если игрок отрицательно высказывается по поводу национальных персонажей, до улыбчивого лица, если он улыбчивый мимик, если он готов сблизиться с другими персонажами. Вот. И есть всплывающие такие окна, где играющему нужно выбрать реакцию. Причём у нас игра сделана так, что можно выбрать во-первых вербальную реакцию, то есть Максим Савельев, главный герой, высказывает свою точку зрения, пустить, не пустить, взять, не взять какого-то человека к себе. И следующая ситуация, когда демонстрируются на экране его мысли, и надо, есть возможность скрыто высказаться и выразить свою реакцию. и если на уровне мысли герой принимает, герой не принимает какой-то национальный персонаж, а на уровне слов высказывается наяльно, то этот персонаж проходит к более близкой ситуации, а вот если уже и на уровне слов национальный персонаж критически оценивается, не допускается к сближению, то тогда в последующих встречах главного героя этот национальный персонаж больше не встречается, то есть он уже как бы сходит с дистанции. и все метрики фиксируются в таблице, можно открывать по прохождению игры не игрок, но исследователь имеет, игрок не имеет такой возможности, только исследователь имеет возможность открыть таблицу, посмотреть все варианты выбора по поводу каждого национального персонажа. персонажа. Игра сопровождается музыкой и даже в конце, поскольку она у нас очень продолжительная, длится 12-15 минут и завершается она неким тестом, таким развлекательным тестом по поводу различных национальных жестов и игра выносит вердикт, насколько игрок компетентен в знании различных национальных особенностей невербального языка. Ну вот в результате, когда мы получили бета-версию и пробовали ее тестировать на своих студентах, то все-таки наше мнение о получившемся продукте, о получившемся произведении, что это все-таки не исследовательская игра, это скорее гемифицированный опрос, то есть это такое произведение, в котором решение серьезных исследовательских задач стоит на первом месте, игровое удовольствие, игровой фан отступает на второй план, и вот именно по этому критерию мы разделяем, мы диагностируем то, что получилось, как гемифицированный опрос, то есть включение элементов игры в исследовательскую практику. По нашему мнению, полноценная исследовательская игра все-таки предполагает больше градусов симуляции, то есть ощущение потока, о котором всегда говорят как о качестве настоящей игры, настоящего геймплея, вот этого ощущения потока в получившемся у нас проекте его нет, и именно поэтому мы сегодня говорим, что мы скорее имеем геймифицированный опрос, но это очень интересный опыт для нас, поскольку сейчас мы понимаем, какие шаги необходимо предпринимать и как работать над сценарием, над обдумыванием визуальных элементов, над сочетанием с визуальным и нарративным исследовательских программных шагов и наверное еще такое теоретическое заключение, теоретический тезис, который рождается вот в нашей ситуации, когда мы имеем опыт разработки игры, он касается того, что компьютерная игра, как пишут и вот в данном случае я согласна, пишут теоретики геймстадис, это некоторый оператор, который обладает своей субъектностью, то есть компьютерная игра, это некоторая программа, которая играет с игроком и когда мы открываем эту перспективу, встаем на эту точку зрения, тогда мы понимаем, что какими-то параметрами исследования мы должны пожертвовать, поскольку перед нами есть актор в виде игрового оператора и чтобы он состоялся, чтобы его практика, его деятельность могла реализовываться в игре, вот этот неживой, да, этот не человек, этот игровой начало, игра как оператор, исследователь, то есть человек должен идти на компромиссы, да, мы должны идти на компромиссы с игрой, как с некоторым нечеловеческим оператором, вот, думаю, что это важный, ну, такой антологический вывод, но он имеет эмпирические последствия, то есть все дальнейшие проекты, если мы будем начинать вот в этом плане сближения исследования и игры, то мы должны всегда помнить, что игра это оператор, и она требует внимания к себе, к своему людологическому аспекту. Спасибо за внимание, если есть вопросы, то я оставлю электронный адрес в оргкомитете, вот, извините, на слайде тоже, по-моему, не вынесли, или есть у меня на первом слайде. Спасибо. Good morning, dear colleagues. I'm very happy to be at the international conference Brain-Computer Interface Science and Practice 2029. My name is Olga Maslova. I'm PhD in Sociology, head of the Neurosociology Lab of the Neurosciences Research Institute of Samara State Medical University. Topic of my talk today is Neurosociology focuses on uncovering the neural correlates of social interactions. Let's start. David Neuroscience underlines that it would be hard to overemphasize just how social our brains really are. Neuroscience can inform sociological understanding and deepen our knowledge of our essential social natures. They write Any up-to-date discussion of epistemologists should be consistent with the study of our souls which is two-thirds of the brain contains between the total number of synapses in the near cortex range from 100 and of the total number of synapses there are in the whole brain. Tenholtz and Franks agree in arguing that social sciences and particularly sociology would be well advised to take into account advancement and refinement of many classical micro-sociological concepts such as self-experience mind knowledge thinking and feeling. One reason for the sociological relevance of neuroscientific knowledge is seen in the focus of the new brain sciences on the basic mechanisms of human social behavior instead of using neuroscientific techniques as a means of undertaking medical researches and diagnosis. The second reason advanced by proponents of the neurosociological paradigm is that research in the brain sciences has moved from investigating these processes in isolated individuals to examine actors engaged in social interactions or in activities immediately relevant for social interaction. A third reason for the sociological relevance of neuroscience research is seen in neuroscientists highlighting the genuinely social nature of the using neuroscientific theory such as dual brain theory, psychometric testing and a concept for culture we are able to both describe and measure the thinking process in such a way that classical problems in the sociology of knowledge become available for empirical study. The theoretical basis of this approach has in general been referred to as neurosociology which finds its intellectual roots in two scholarly traditions not previously connected in research and theories that can be termed cross-cultural cognitive neurosociology and in analogies to the duality of hemispheric modes of thought expressed in classical sociologies of knowledges Dr. Will Kalkhoff head of the Electrophysiological Neuroscience Laboratory of Kent University which is an interdisciplinary consortium of faculty from the departments of biology psychology and sociology defines neurosociology as a multilevel integrative perspective that doesn't replace but rather is by more established sociological traditions it is a tract of common ground with neurosciences and other neuro friendly social sciences and so it heralds an exciting period of discovery through an unprecedented synthesis of ideas Neurosociology focuses on inter-level researches social cognitive and neural levels focal objects for Neurosociology are social interactions social actions social behavior other social activity of people in everyday life and global social processes traditional sociological problems that are currently being studied by sociologists from the point of view of neurobiological mechanisms are the follows social identity stereotypes social economic status emotions health empathy etc Dr. Regin Firod outlines the applications of the frontal lobe functions for both the micro individual and the macro society Our biology is fundamentally social Among the animal species the human brain has the longest period in which it grows is shaped by the environment However the human brain is not only shaped by the environment it also shapes the social environment The frontal lobes enable humans to engage in complex goal directed behaviors consistent and continuous across time yet also flexible and responsive to the stimuli in changes both external and internal to the individual Many of the frontal lobe functions under rely sophisticated behaviors that are core for complex social organization and life such as social and symbolic interaction moral cognition and behavior as well as empathy and intergroup attitudes The frontal lobes have a variety of diverse and complicated functions that are divided into three primary conceptual categories with specific implications for social organization and connectedness The first system control of voluntary behavior mirror neuron and action perception processes This system consists of the most approximate operator areas which are responsible for voluntary controlled behavior that include motor functions such as speaking and muscal movements Anatomical correlates are the broadcast area in the dominant sphere as well as the motor regions including primary motor pre-motor and supplementary motor areas The second system emotional and motivational regulation theory of mind and emotional empathy Functions of this system would be reward processing social or moral emotional regulation and empathy Anatomical correlates are the bottom half of the prefrontal cortex The third system you can see executive functioning top-down regulation of selective empathy and racial attitudes These functional categories naturally overlap with each other for example influence of emotions on attention and often are interdependent Functions of this system include attention working memory planning decision making and anatomical correlates are the top half of the prefrontal cortex This anatomical and functional organization implies that the frontal lobes operate at three interdependent causal levels that range from immediate action to conscious or non-conscious feelings to mostly conscious high-order evaluative but also inhibitory force What is about research tools There are three of the most commonly used research tools for studying brain activity in social neuroscience Functional magnetic resonance imaging electroencephalography and functional near-infrared spectroscopy FNRIZE is a new technique which monitors blood flow and blood oxygenation by measuring changes in near-infrared light and it moves wearing only a light headset Using this tool scientists have spent many decades attempting to characterize the neural basics of our social brains identifying areas and networks associated with language empathy face processing eye contact and emotion Although these approaches have provided fundamental information to paint a picture of how the brain works they are carried out when the participant is in isolation and how single person experimental conditions really reflect the complex nature of real person to person interaction is unknown FNRIZE opens a window of opportunity to investigate the dynamic brain in real time Investigations of single brain organization and processes using conventional static neuroimaging technology have revolutionized our understanding of basic brain mechanisms The new neuroscience of two individuals during interactions has the potential to be the next quantum leap in social neuroscience has the potential to address this knowledge gap Neurosociologist studies are centered around a new theoretical framework known as the interactive brain hypothesis This hypothesis states that interpersonal interactions between people involves brain activity that is not seen during non-interactive isolated behavior At its center is the understanding that human-to-human interactions evoke unique responses in our brains Verbal face-to-face communication is central to everyday transactions between humans throughout their entire lifespan Two-brain Neurosociology is focused on understanding the neural basis of real-time dynamic communication between two people social interactions and social processes Sociability is the fundamental part of the human story with relationships comprising a big part of our lives Our ability to understand and respond appropriately to social cues is fundamental to our ultimate success as friends couples colleagues and parents However the ways in which our brains represent and process information during even basic interactions remain mysterious The interactive brain hypothesis propose that interactive social cues are processed by dedicated brain substrates and provides a general theoretical framework for investigating the underlying neural mechanisms of social interaction In support of this hypothesis recent studies taking place in group of Professor Hirsch have shown that pairs of individuals referred to as diodes taking part in a poker game show activity in areas traditionally associated with empathy The same areas are not activated when an individual plays similar games against a computer highlighting the special nature of real life interaction between humans further the team have also shown that the real life eye-to-eye contact between two participants activates different areas of the brain than two people simply focusing on a photograph of a face This finding showed that there was unique activation of areas including parts of the brain involved in language referred to as Broca's and Bernicke's areas Broca's area region of the frontal lobe is well established as being central to language production Bernicke's area region in the temporal and parietal lobes is key to comprehension The neural mechanisms underline direct eye-to-eye contact and its specific role in communication and social interaction are active areas of research It is important the findings of another experiment show increased task related activity in the right temporal parietal junction in pairs of subjects that view each other face-to-face in real time compared to when they perform an identical task with a pre-recorded video of a dynamic phase language is perhaps the best characterized and most studied of our social abilities with areas in the brain well established to be localized for understanding and generating language The development of language abilities has a fundamental importance to human Professor Hirsch's most recent findings in support of the interactive brain hypothesis have illuminated how our brains function during this very human behavior of talking and listening In this study D-Arts were shown to have increased brain activity when they were taking part in dialogue as opposite to monologue specifically in Wernicke's area which suggests that this region could be involved in interpersonal interaction together the findings from studies so far indicate that human brains do indeed behave in a distinctive way when confronted with another people another human the human language system includes specialized region for production talking and reception comprehension listening these areas are also activated during eye-to-eye contact between two people the present study investigated how communicative interactions modulate social signaling and brain activity when sharing biographical information the authors show that shared situation where participants engage with each other translated into both more monitoring of the partnership phase and more production of facial displays more importantly the type of face-to-face interaction matters the author suggests that analyzing data from two brains and two behaving individuals together will allow to understand how neural mechanisms for communicating about the self learning about others and producing social behavior can be coordinated in real time in the next study the authors investigated the neural correlates of face-to-face conversations between two individuals using functional near infrared spectroscopy and analysis of concurrent audio recordings the frontoparietal system including bilateral dorsolateral prefrontal cortex left supramarginal gyrus angular gyrus and superior temporal gyrus showed increased activity while talking during disagreement in contrast talking during agreement was characterized by increased activity in social and intention network including right supramarginal gyrus bilateral frontal eye fields and left front polar regions those are the social and visual attention networks were more synchronous across brains during agreement than disagreement professor michele balconi and julia fronda analyze the hyperscaning paradigm for organizations and explore the dialogue between two or more brains the authors claim that hyperscaning paradigm can help to support and study this new perspective in neuroscience it consists in the simultaneous recording of the cerebral activity of two or more subjects involved in social and interpersonal tasks therefore hyperscaning allows exploring interpersonal brain-to-brain responsiveness induced by social interactions indeed previous studies showed that the reciprocal adaptation of two brains in interactions results in a consistent synchrony as shown by some specific tasks such as cooperative or competitive tasks as an example of possible application of such paradigm hyperscaning hyperscaning through the use of different neuroscientific tools such as EG FNRI's functional magnetic resonance imaging and biofeedback allow to detect the neural correlates of two or more individuals involved in various social interaction processes therefore hyperscaning allows exploring interpersonal brain mechanisms generated by social interactions such as those generally represented in organizations the mutual adaptation as shown by brain to brain and body to body coupling of two or more interactive subjects results in brain synchrony which is considered the basic neurophysiological part of functional mutual interrelationships in the review 2020 hyperscaning as a method was analyzed social interactions are a fundamental part of every human being's life and studying them is important for neuroscience the results of different hyperscaning studies presented supports the claim that hyperscaning is a useful and promising method to study social interaction interbrain synchrony is related to the interaction between participants without simultaneous measurements of more than one brain it would not be possible to explore neural antepinion of social interactions about some empirical illustrations of the neurosociological researches neurosociological study of competition social behavior and interactions shape and influence our lives and relationships competitions in particular has become a core topic in social neuroscience since it stresses the relevance and lines of social comparison processes between the interagents that are involved in common tasks fascinating question regards the neurophysiological correlates of competitive social phenomenon what happens at neural and peripheral level in the brain and body system of two people engaged in a competitive dynamic these studies are just an example of a large body of research exploring how to manage leadership in cooperative and competitive terms in ecological contexts the author strongly believes the study of competition might find a space in complex contexts related to management and leadership perhaps even considering competition effect at the intergroup and intergroup level by employing modern ecological multi hyper scanning in another study led by professor Michele Balconi the arts of volunteers participated in a hyper scanning paradigm and computed computerized attention tasks while their electrophysiological activity and performance were monitored and recorded results showed that during competitive tasks participants performance was improved with respect to control condition reduced response time and error rates with further specific improvement after receiving a reinforcing feedback concurrently they observed reduction of interbrain functional connectivity primarily involving bilateral prefrontal areas for slower EEG frequency bands delta and zeta finally correlation analyzers highlighted a significant association between cognitive performance and interbrain connectivity measures neuro neuro sociological study of identity in effort to shed light on the problem of identity Dr. Kalkhoff and his team advanced neuro sociological account of identity processes and used EEG to measure brain responses to self-relevant feedback specifically Kalkhoff and his colleagues lashed out the neural architecture of the identity system and advanced several hypotheses linking identity verification and non-verification to specific well-established EEG measures Neuro sociological study of solidarity Professor Kalkhoff and colleagues reasoned that because high total power produces a synchronization of cognition namely goal directed attention and emotions over time the resulting development of social caution would be represented and supported by an immersion between person coupling of relevant brain areas this research takes a new neuro sociological angle of old sociological problem of solidarity neuro sociological study of status in the study led by Professor Kalkhoff the authors discuss three important advances within the field of neuroscience that point to exciting new avenues of research for sociologists the first the discovery of mirror neurons the second developments in the understanding of brain plasticity and the third increased appreciation of the role of non-conscious processes in social interactions the authors conducted the first experimental test of status characteristics theory while participants were in magnetic resonance imaging machine this permitted the measurement of neural activity in brain regions found to be associated with processing social status the results indicate that neural activity doesn't explain the effect of status on behavior Neurosociological study of team dynamics results of the study led by Susanna Dica showed that teammates identified more strongly with one another cooperated more on economic game and outperformed the average individual on most problem solving tasks moreover results suggest that interbrain synchrony may predict successful teams where self-report measures and behavioral indices may fail to capture behavior this represents a step towards understanding the neuroscience and psychology and sociology underlying collective performance and cooperative neuro sociological study of leadership relationship based approaches to leadership represent one of the fastest growing leadership fields and help us to understand better organizational leadership this study conceptually explores the concept of consciousness within the context of the social brain theory to argue that leadership actors need to rethink their approaches to individuality and focus on mutually dependent relations with each other this paper contributes to the field of neuromanagement by introducing the concept of homorelationalis in this respect the authors suggest that leadership is not just a socially constructed element but also a social brain constructed phenomenon that requires an understanding of the human brain as a social organ the authors further recommend a new approach of applying cognitive style analysis to capture the duality of leader follower in the same person following the self illusion theory finally they conclude that we need to further emphasize social brain adjusted relationship approach and they introduce two new cognitive styles neuro sociological study of friendship to test whether friendship and more generally social network proximity is associated with increased similarity of real-time mental responding the authors used functional magnetic resonance imaging to scan subjects brains during free viewing of naturalistic movies neural responses when viewing audiovisual movies are exceptionally similar among friends and that similarity decreases with increasing distance in real-world social network this result suggests that humans are exceptionally similar to their friends in how they perceive and respond to the world around people which has implications for interpersonal influence and interaction Neuro sociological study of inequality Neural activations were compared for the arts of similar and dissimilar social economic backgrounds the social economic status of each participant was based on education and income levels both groups of diads engaged in pro-social dialectic discourse during acquisition of hemodynamic signals consistent with frontal lobe hypothesis left dolciolateral prefrontal cortex front polar area and past triangularis were more active during speech dialogue in high than in low disparity groups so the frontal lobe signals were more synchronized egressed brains for high than low disparity diads the paper of Rengen Firat argues that cognitive sociology and the newer research area on neurosociology have the potential to add the literature on health disparities by linking micro and micro foundations of detailing the ways our minds and bodies reproduce social structure and inequalities the presented results demonstrate that a neurosociological approach is a viable one to study racial differences in values and coping survey or interview responses might not only accurately reflect individuals beliefs due to social desirability but also might technically not be able to capture fast bodily reactions to social cues the neurosociological methodologies proposed in this paper have the unique capacity to measure both fast and automatic and slow and controlled reactions thus avoiding social desirability issues with with this study the authors getting one step closer to a proper understanding of how culture shapes individual behavior implicitly and explicitly detailing how distal social forces shape human mind and behavior now from neurosociology lab to real everyday situations the first you can see it is the neuroscience of dynamic classroom interactions the next one competitive interactive brain robotics installation in which brainwave synchronization is translated into the speed of a card the more it sink participants brains the faster the card moves along a track the next one measuring the magic of mutual gaze this is an interactive art installation neuroscience experiment investigating the relationship between human connectedness and brave wave synchronization during the experience two participants sit opposite each other and engage in mutual gaze for 30 minutes while the EEG signal is recorded and visualized in real time the next one mutual brainwaves is a simple scaled down neurofeedback interactive that tracks and visualized brain to brain synchronization as two heads merging in and out of each other compared to the other projects the emphasis is titled toward the educational potential of visualizing brainwave synchrony in real time the playful environment is intended as family friendly neuroscience educational tools a large group of museum and festival visitors engaged in dynamic face-to-face interactions while their brain activity was recorded using EEG the setup the mutual wave machine made it possible to explore the limits and opportunities afforded by conducting human social neuroscience research outside of the traditional laboratory contexts drawing on data sets the scientists were able to evaluate how intra and interpersonal factors predict the extent to which brain activity becomes synchronized between people during face-to-face interaction pairwise synchronized brain activity was related to people's relationship affective personality traits mental status as well as their motivation and strategy to connect to the other person the scientists proposed an account for brain-to-brain synchrony in which shared engagement provides a vehicle for synchronized brain activity and joint action is used to mutual adapt neural and behavioral representations taken together the authors demonstrate that an unconventional crowdsourcing neuroscience approach can provide valuable insights into the brain basis of dynamic real-world social behavior the audiovisual environment displays in real time how correlates the EEG signal is between two participants as illustrated in the video and graphic higher correlation values correspond to more light and vice versa different possible sources of inter-brain coupling the first external non-social stimulus top and social behavior bottom provide exogenous sources of shared stimulus entertainment and interpersonal social coordination respectively leading to similar brain responses inter-brain coupling both individual social closeness and personality traits for example affective empathy are expected to affect their social engagement during the interaction and thus the extent to which their brain responses become synchronized participants mental states for example focus are similarly expected to affect participants engagement with each other intentionally motivating participants to make an effort to connect to each other such engagement can be boosted via extrinsic motivation which should subsequently lead to increased inter-brain coupling brain synchrony brain synchrony and type of social interaction eye contact and doing something together joint action are both associated with an increase in synchrony thinking about the same things however didn't appear to increase synchrony brain wave synchrony and empathy as can be seen in the scatter plot more empathetic pairs tended to also show higher brain synchrony brain wave synchrony and social closeness the dots on the bottom represent pairs who felt less close to each other dots on the top of the graph represents pairs who felt very close to each other dots on the left of the graphs represent pairs with low levels brain synchrony pairs on the right of the graph represent pairs with relatively high levels of brain synchrony I would like to conclude my presentation with the words of David Frank If we are still learning new things about our bodies think about what more there is to know about the social nature of our brains Neurosociology could and should be at the helm of this thank you very much дорогие друзья завершились три насыщенных и интереснейших дня конференции благодарим всех модераторов спикеров а главное вас зрители за то что были с нами и интересуетесь нейронауками приглашаю всех на конференцию в следующем 2022 году до встречи с 23 м по м и о м и о м и и и Продолжение следует...